И восходит солнце, почти добрый вечер. Вот мы, дорогие коллеги, очень рады слышать и видеть вас всех. Ну вы знаете, наверное, хотя может быть не все присутствующие знают, я вкратце напомню, что вот данная конференция является первой конференцией, которая посвящена заключительному этапу событий, связанных с Великой Российской революцией и гражданской войной в нашей стране. Мы планировали четыре конференции. Первая конференция должна была пройти в этом году в апреле в городе Чите, и она должна быть приурочена к созданию Дальневосточной республики. По понятным причинам нам ее пришлось сначала перенести на ноябрь, а сейчас вот мы решили, что, наверное, соберемся в таком виртуальном формате. Но когда эта программа обдумывалась, так сказать, форматировалась, в общем, мы решили, что помимо первой конференции, мы еще должны провести одну конференцию, которую мы назвали, условно говоря, нулевой конференцией. Она прошла у нас в Иркутске. Вот здесь присутствует Сергей Геннадьевич Ступин, руководитель Иркутского прибайкальского отделения российского исторического общества и директор краеведческого музея. Эта конференция была приурочена к трагическим событиям, связанным с гибелью адмирала Александра Васильевича Колчака. И, в общем-то, это было логично, потому что Иркутск играл всегда огромную роль в событиях гражданской войны на Дальнем Востоке. И именно из Иркутска шли многие руководящие, так сказать, распоряжения в Дальневосточную республику. Вот. Следующая конференция, которая у нас запланирована на следующий год, я надеюсь, что все уже к этому времени будет хорошо. И мы проведем ее сначала в городе Благовещенске летом, а потом, надеюсь, плавно все уедем из Благовещенска в Харбин. Конференция будет связана с историей дальневосточной миграции в первой половине прошлого столетия. Затем в 2022 году, в феврале, нас примет Хабаровск. Будет большая музейная конференция. И обязательно будет выезд в Волочаевку, на легендарную Волочаевскую сопку. Ну, а в октябре 2022 года мы всех ждем вас во Владивостоке. У нас в институте и в Краеведческом музее. Именно здесь, в октябре, 98 лет назад, закончились события, связанные с гражданской войной. И именно вот в этой конференции мы поставим точку в осмыслении этих важных событий нашего исторического прошлого, которые прошли. Ну, жизнь есть жизнь. К сожалению, ковид продолжает вмешиваться вот в программу нашей конференции. Несколько пленарных докладчиков, так вот получилось, не смогли у нас принять участие по самым разным причинам. Самая последняя вот наша потеря, это заболел Михаил Васильевич Константинов, наш известный историк, археолог, профессор Забайкальского государственного университета. Поэтому вот мы не сможем выслушать его доклад. И, к сожалению, уже так все это произошло быстро, что, в общем-то, мы не смогли найти ему, ну, хотя ему невозможно найти адекватную замену, вот просто у нас программа будет несколько сокращена. Я не буду вам долго рассказывать про значимость вот этих событий, про это мы все уже говорили. Несколько дней назад открылась в Чите, в музее прекрасная выставка, посвященная Дальневосточной Республике. Вы можете посмотреть в интернете на сайте музея и саму эту выставку в виртуальном формате в кратком виде, конечно, не полностью. Ну и там есть выступление Виктора Кирилловича и мое выступление. Там мы говорили вот о событиях гражданской войны, о значимости этих событий для нашего региона, о том, что эта тематика до сих пор является плохо осмысленной и отчасти легендарной, о том, как она воспета в искусстве, в литературе. В частности, вот мы говорили о двух знаменитых фильмах, которые представители среднего, старшего поколения очень хорошо помнят. Это знаменитое произведение «Пароль не нужен» про молодого Максима Исаева Штирлица. И, конечно, более значимый это великолепнейший фильм «Даурия» с целой плеядой великих советских российских актеров. Это, по сути дела, энциклопедия жизни забайкальского казачества. Виртуальный формат дает нам возможность сделать географию более широкой. У нас сегодня выступят докладчики, можно сказать, со всей Евразии, от Берлина до Владивостока. Среди докладчиков есть Иван Валерьевич Саблин, который буквально несколько месяцев назад выпустил прекрасную книгу, посвященную Дальневосточной Республике, которая вышла в Москве в издательстве «Новое литературное обозрение». К сожалению, все так разворачивалось, ну, сами понимаете, с ковидом сложно, что нам не удалось привлечь участников из других стран, хотя первоначально, когда мы продумывали эту конференцию, к нам должна была приехать большая делегация из Монголии, из Китая. Вот, ну, я думаю, что вот такой формат новый, который появился, он даст нам возможность в будущем воспользоваться вот такой формой и привлечь наших коллег из других стран. Вот, поэтому я думаю, что, в общем, это только первый шаг в осмыслении этой очень важной и актуальной проблемой, и по мере проведения конференции мы будем отрабатывать все новые и новые формы и использовать их в своей работе. Вот, ну, вот я смотрю, уже у нас время на часах дает возможность начать работу. К сожалению, Сергея Анатольевича нет, да, он не сможет подойти. Это ректор Забайкальского государственного университета, поэтому я хотел бы предоставить приветственное слово для открытия первому проектору Забайкальского государственного университета профессору Алисе Николаевне Хатьковой. Пожалуйста, Алиса Николаевна. Добрый день, глубоко уважаемый Николай Николаевич. Добрый день, дорогие организаторы, участники и гости Всероссийской научно-практической конференции ГВР и завершающий этап гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. Ну вот, так сложились обстоятельства. Николай Николаевич уже проговорил, что мы в течение трех периодов переносим сроки проведения нашей конференции. И вот сегодня мы все с вами объединены одной общей тематикой, очень важной, очень знаменательными событиями, которые происходили сто лет назад. И сегодня мы рады обсуждать эти вопросы, переосмысливать эти вопросы, давать оценку, историческую оценку тем сложным процессам, которые происходили сто лет назад. Именно вот в этот период, в период с 28 октября по 11 ноября 1920 года как раз проходила конференция, в которой принимали участие представители трех областных правительств Забайкальской, Амурской, Приморской областей. И было законодательно оформлено их объединение в Дальневосточную республику. И вот так сложились обстоятельства, что именно в этот период мы с вами и проводим эту конференцию. Конечно, для нас 2020 год стал годом очень серьезных потрясений. В целом, для мирового российского сообщества это все связано, конечно, с той проблемой, в которой мы находимся с вами, с проблемой распространения коронавируса. Но, несмотря на возникшие трудности, наш университет, Забайкальский государственный университет, конечно, стремится сохранить складывавшиеся десятилетиями традиции, продолжает активно проводить исследования, развивает науку. И вот в сегодняшней конференции, я думаю, те доклады, которые будут звучать, те доклады, которые будут представлены впоследствии в нашем совместном сборнике, они дадут возможность оценить уровень проработки вопросов в том числе учеными Забайкальского государственного университета. Николай Николаевич, вам громаднейшее спасибо за то, что вы выступили основным организатором, основным инициатором проведения вот этого научного форума. Отрадно то, что на территории Забайкальского края эта конференция была поддержана помимо нашего университета и правительством Забайкальского края, и краеведческим музеем, рядом общественных организаций, которые также сейчас находятся в подключении к этой конференции и являются активными участниками, слушателями и, я думаю, дальнейшими исследователями. В настоящий момент в этой конференции принимают участие краеведы, преподаватели высших учебных заведений, не только нашего города, Читы, Забайкальского края. Это и тот интерес, который обуславливает темы, актуальнейшие темы, которые мы сегодня обсуждаем. Я, конечно, желаю всем участникам конференции прежде всего здоровья, желаю благополучия, успехов во всех начинаниях, серьезного научного совместного поиска, установления новых, укрепления имеющихся контактов, ну и, наверное, определение тех точек научных исследований, пересечения, которое позволит выстроить какие-то новые смыслы и ориентиры на дальнейшую перспективу. Всем хорошей, благополучной работы на площадках этой конференции. Я думаю, будет очень здорово, что мы сможем еще не один раз встретиться и подвести уже итоги всех наших и онлайн-форматов, и оффлайн-форматов в рамках участия в тех выставках, которые открыты уже на площадке Владивостока. Николай Николаевич, у вас в качестве основных организаторов этого замечательного форума. Всем здоровья и хорошей научной, плодотворной работы. Спасибо, Мария Николаевна. Я, насколько понимаю, как мы решили, секционные заседания мы же все равно потом будем проводить. Конечно, да, секционные, они в онлайн-формате, они будут проведены в соответствии с нашей программой. И, соответственно, все те публикации, которые будут направлены, они сейчас уже сверстаны в наш сборник по этой конференции, он будет также всем разослан. То есть все по программе конференции у нас идет. Отлично. А я с большим удовольствием предоставляю слово директору Иркутского областного краеведческого музея, председателю, это как называется, Прибайкальское или Иркутское отделение? Нет, нет, отделение Российского исторического общества в Иркутске. Я прошу прощения, Александр Павлович, возьмите, пожалуйста, там что-то немножко подсоединиться. Вот, пожалуйста, Сергей Геннадьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Сердечно приветствую Николаю Николаевича, Алису Николаевну. Спасибо вам за столь добрые слова. Особо рад приветствовать своего коллегу Виктора Николаевича Колосова. Кстати, поздравляю его с открытием выставки. Я познакомился с тем сюжетом, который вы подготовили совместно с Николаем Николаевичем по поводу и выставки, и предстоящей конференции. Очень, по-моему, интересно, содержательно. Ну что, к великому сожалению, очень от встречи не получилось. Хотя по весне уже и билеты были куплены, и мы жили в предвкушении вот этой встречи, живого общения. И вспоминали Иркутскую конференцию, которая, можно, в каком-то смысле запрыгнула в уходящий поезд. У нас 5-7 февраля под эгидой Российского исторического общества на базе Иркутского областного краеведческого музея состоялась вот эта всероссийская конференция, посвященная столетию событий гражданской войны. 1920 год в истории России, так она называлась. И пленарное заседание у нас проходило в так называемом Белом доме. Тем, кто бывал в Иркутске и неплохо знает Иркутск, известно, что это бывшая резиденция генерал-губернатора, где в декабрьские дни 1917 года располагались тростногвардейцы, а напротив, через дорогу в здании Иркутского областного краеведческого музея, нынешнем здании, а тогда это было здание Русского географического общества, располагались юнкера. И с 21 по 30 декабря в Иркутске проходили ожесточенные бои, которые унесли ни много ни мало 300 человеческих жизней. 700 человек были ранены. По кровопролитию, это, по сути дела, по количеству жертв, это крупнейшие бои после аналогичных боев в Москве. Уже на пленарном заседании выяснилось, что гражданская война в умах, сердцах и сознании некоторых участников конференции до сих пор не закончена. И после пленарного выступления выявили эту ситуацию еще в большей мере. Но в нашем случае это было связано с именем Александра Васильевича Колчака, к наследию которого, к разнообразному наследию которого до сих пор очень разные отношения в Сибири и среди ученых, и среди, ну, скажем так, в общественном сознании. И вот были моменты, когда на послепленарных заседаниях, выступлениях, ну, мы были близки к рукопашной, что называется. Вот вам показатель, да, каково влияние, казалось бы, давнишних исторических фактов на жизнь настоящую. Но, возвращаясь к теме нынешней конференции, считаю необходимым отметить следующий момент. Если декабрьские события 1917 года в Иркутске стали прологом гражданской войны в Восточной Сибири, то Дальневосточная Республика – это, конечно, своего рода такой финальный аккорд гражданской войны. Ну и, кстати, известно, что сама идея буферного государства связана с именем меньшевика Ивана Ахматова, одного из руководителей полицентра, который располагался в тот момент, в 1920 году, как раз в Иркутске. Вот такая вот причудливая связь. И то, что наша конференция начала, Иркутская конференция начала вот в череду. И это из последующих. Я надеюсь, что мы все-таки увидимся очно, потому что, ну, все замечательно. У нас красивая география получается от Германии до Владивостока, но живое общение, оно все-таки живое общение. Так вот, поддержанная в свое время большевиками идея ДВР как буферного государства или, как один из острословов назвал ее, довольно веселой республики, это, конечно, уникальный случай в истории, уникальный случай госструктуры, созданной в целях дипломатической игры, как жизнь показала, игры, которую большевики достаточно тонко проявили и вышли из нее победителями. Как любое яркое событие, яркое явление в истории, оно, конечно, привлекает очень большое количество ярких личностей. Ну, в нашем случае мы можем назвать и Блюхера, и Унгерна, и Лозо, генерала Гиттерихса, писателя Фадеева. Да, и сам Краснощеков, это, конечно, такая фигура, очень исторически привлекающая особое внимание. Ну и то, что интересный аспект всей этой истории, яркие культурные события этого периода, которые отражены в выставке Забайкальского краевого украинского музея, тоже показывает, имени Кузнецова, тоже показывает, что это еще достаточно большое исследовательское поле, которое ждет своих специалистов, ждет более детальной проработки всего комплекса вопросов, аспектов вот этой большой истории, которую мы называем Дальневосточной Республикой. В завершение приветственного слова еще раз хочу поприветствовать участников конференции от отделения Российского исторического общества в Иркутске, от Иркутского областного краеведческого музея, пожелать плодотворной работы, интересных дискуссий, ну и, что очень важно в наше время, конечно, здоровья, здоровья, здоровья. С надеждой на очные встречи во Владивостоке и так далее. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Я с не меньшим удовольствием хотел бы предоставить слово нашему следующему организатору, это директору Забайкальского краевого краеведческого музея Виктору Кирилловичу Колосову, который вот совсем недавно очень прекрасную выставку организовал. Добрый день, уважаемый Николай Николаевич, уважаемые коллеги. Слышно меня хорошо? Да, да. Я, во-первых, хочу пожелать всем здоровья, поскольку это сейчас самая актуальная для нас, для всех тема. Вот берегите себя, соблюдайте все необходимые меры и здоровья вам и вашим близким. Во-вторых, я хочу поблагодарить всех основных организаторов нашей конференции, прежде всего Николая Николаевича, за его идею прекрасную и за то, что у нас в университете в лице Сергея Анатольевича и Алисы главной подкликнулись и поддержали этот прекрасный проект. Я поддерживаю своего Иркутского коллегу. Спасибо ему за добрые слова. Вот о том, что история ДВР это не до конца изученная страница и в части сложения новой российской государственности. У нас на территории края было два опыта. Белая государственность в лице Томана Семенова и государственность в лице вот этого объекта исследования, которому посвящена наша сегодняшняя конференция. И вот тот культурный вслед, который ощутил на себе вся Дальневосточная Республика и Чита, это безусловно те темы, которые идут отдельно исследования иммунографические в том числе. Поэтому конференция, я полагаю, что она очень актуальна. Сегодня, когда изучение столетних стран в жизни, оно поможет нам и в определении сегодняшнего места и смысла нашего существования сегодня и день. Николай Николаевич сказал, что мы открыли выставку 28 числа, когда у нас должна была открыта конференция. Вот мы делали две выставки. Одна у нас на территории Забайкальского краевого краеведческого музея, специально открытая для этого в выставочном зале. Вот мы ее апгрейдим еще существенно и 13-го 14-го числа выложим тоже в сеть как раз с теми достижениями культуры периода ГВР, которые были у нас в тот период. Кроме того, мы специально для открытия должны были подготовить выставку, которая бы размечалась в нашем университете. Это плоскохной вариант существования вот этой самой выставки. Она у нас существует в интернете, вернее, в макете, и она также выложена у нас в интернете. С ней можно было подготовить. Кроме того, я могу сказать, что все желающие могут получить вот этот передвижной проект либо в напечатном виде, либо в виртуальном виде для демонстрации, если с этим будет интерес. Всем уверены, университеты, участники нашей конференции. В завершение я хочу пожелать всем успешных выступлений и сказать, что поддержать коллег из университета в части того, что сборник обязательно будет напечатан. У меня вчера появился уже договор на дополнительную часть тех публикаций, которые не вошли в наш первоначальный договор. И мы хотим сказать, что сборник обязательно появится. Спасибо всем. Спасибо большое, Виктор Кириллович. Я думаю, что Ваша передвижная выставка обязательно в Благовещенск поедет. И там те, кто не сможет оказаться в Чите, увидят продолжение. Ну а вот когда Сергей Геннадьевич говорил о том, что некоторые чуть было не пошли в рукопаш, но я сразу подумал о нашем следующем выступающем, Иване Владимировичу Крюкове, директоре Хабаровского краеведческого музея. Он будет организовывать еще экскурсию на Волочаевскую сопку. И надеюсь, там мы обойдемся без рукопашной, потому что сопка крутая и падать будет очень больно. Пожалуйста, Хабаров. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемый Николай Николаевич. Я пытался, хотел возмутиться, думаю, почему рукопашная со мной. Потом понял, что действительно, наверное, правильно. Надо огонька добавить. Значит, Чите Иркутску еще раз привет. Сергей Геннадьевич как-то тут с Виктором Кирилловичем особо поздоровался, про Хабаров забыл. Ну да ладно, забыл и забыл. Он сразу едет напрямую во Владивосток, минуя Хабаровск в 22-м году. Поэтому, ну, такое бывает. Но Хабаровск все-таки, значит, между ЧТО и Владивостоком все-таки продолжает, как бы кто ни хотел, оставаться центром Дальневосточного федерального округа. Так, на минуточку. И, собственно, что я бы хотел сказать? Я бы хотел сказать главным образом то, что, конечно, все, что было, ну, сейчас сказано, это такое немножечко разбавить наш формат, потому что онлайн позволяет немножечко все-таки пошутить. Я присоединяюсь ко всем словам коллег, которые были сказаны, но в последнее время, вы знаете, мы ищем себе сотрудников в исторический отдел. И мы столкнулись с такой проблемой. Сейчас поймете, почему я так немножечко издалека говорю. Выпускники исторического факультета сыпятся, ну, мало то, что на вопросах, связанных с, скажем так, советским периодом Хабаровского края, да, ну, 70-е, 80-е годы. Казалось бы, ну, бог бы с ним, а времени немножечко не хватает. Ну, когда я говорю, спрашиваю выпускников из ТФАКа, а когда закончилась гражданская война на Дальнем Востоке, вы знаете, все последние, наверное, 3-4 человека мне говорят, ну, где-то примерно 20-е годы. Где-то примерно, да. Поэтому, конечно, для них Дальневосточная Республика, это просто аббревиатура и, возможно, даже расшифровка довольно веселая Республика, как было сказано выше. Поэтому, на мой скромный взгляд, с учетом, что я, наверное, здесь в столь уважаемом собрании, ну, наверное, один из самых молодых участников и организаторов, и, казалось бы, не мне об этом говорить, но вот об этом хочу сказать я. Наверное, на мой взгляд, очень важно именно использовать наши все конференции, которые начались в замечательном, славном городе Чита, не только в этом году, но начались они в прошлом, когда мы все собирались, да, когда мы общались, когда мы говорили, когда мы планировали. Все-таки главное, мне кажется, на нынешнем этапе – это популяризация, да, это так называемый ликбез, потому что для нас с вами, конечно, важно углубиться, уточнить, поспорить, выяснить, но я думаю, что все-таки мы должны иметь вот эту вот мысль где-то у себя там на подкорке, да, что мы должны это все-таки нести в массы и популяризировать. Мне действительно так кажется, потому что я говорю, вот с одной проблемой мы столкнулись, во-вторых, все-таки музейщики меня поддержат, и Виктор Кириллович, и Сергей Геннадьевич, что помимо того, что мы должны сохранить, изучить, да, мы должны и популяризировать то, что мы с вами знаем, то, что мы сохраняем. Поэтому здесь, конечно же, я думаю, что, Николай Николаевич, мы с вами, когда будем и на Волочаевской сопке, и когда будем делать музейные конференции, мы про это будем говорить. И, конечно же, та выставка, которую сделали коллеги, замечательно, я к своему стыду с ней познакомился только вот сейчас, но даже беглого взгляда достаточно на то, чтобы заметить вот тот труд, который коллеги подготовили. Также и от своего лица лично, и от коллектива всего Градыковского музея, и от отделения российского исторического общества в Хабаровске я рад вот этому замечательному, хотя бы вот этой вот замечательной встрече онлайн, и передаю от лица вот этих организаторам всем большой привет, потому что мы со всеми так или иначе сотрудничаем, дружим, и желаю, конечно же, успеха конференций, и надеюсь на то, что все последующие два года уже, как было сказано выше, в оффлайн-режиме очно с третьим проведем, проведем, до рукопашной не дойдем, но поспорим, поэтому всем нам с вами удачи, а организаторам Владивостоку и Чите отдельное спасибо за идею, за организацию даже в таком формате. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, Иван Владимирович. Наш следующий выступающий, это директор Музея истории и культуры Дальнего Востока, Виктор Алексеевич Шалай. Вот я его что-то не вижу, он есть здесь, нет? Алло, Виктор Алексеевич. Ну, будем надеяться, что это ничего серьезного, просто технические неполадки. Я с ним разговаривал несколько дней назад, и он обещал, что обязательно подключится. Это тоже наш важнейший партнер вот этой серии конференций, и как раз Виктор Алексеевич будет организовывать заключительную выставку, связанную с последним этапом завершения гражданской войны и борьбы с интервенцией на Дальнем Востоке, как помните, в той песне поется «И на Тихом океане свой закончили поход». Я думаю, он еще к нам подключится. Я хочу вам, коллеги, сказать, что вот я понимаю, что до двух миллионов сносок мы, наверное, не дойдем, но у нас уже сейчас 67 участников конференций. Я считаю... А, уже даже 68. Это очень и очень неплохо. Мало конференций, которые в реальном формате собирают вот такое количество людей, а мы, видимо, интерес к данной тематике настолько велик, что, в общем, собрали такое большое количество людей. Тогда, коллеги, приступаем к нашей научной программе, к пленарному заседанию. И я с большим удовольствием предоставляю слово доктору исторических наук, профессор Людмиле Ивановне Галямовой. Она представляет наш институт, Институт истории и археологии и этнографии народов Дальнего Востока, ДВУРАН. Тема ее доклада «Геополитические факторы создания Дальневосточной Республики». Пожалуйста, Людмила Ивановна, слушаем вас. Микрофон. Надо микрофон включать. Слушаем вас, Людмила Ивановна. Вот она нажала «Отклик». Людмила Ивановна, слышите нас? Людмила Ивановна, Тагира Семенко. Посмотрите, пожалуйста, может быть у вас штекер плохо вставлен, какие-то звуки идут, но мы не слышим. И что-то появлялось, но пропало. Пошевелите там, может быть заработает. Людмила Ивановна, мы вас что-то не слышим. Давайте мы тогда, может быть, предоставим слово следующему докладчику, а Александр Павлович с вами попробует устранить технические неполадки. Хорошо? Так, ну вот, к сожалению, Михаила Васильевича Константинова у нас нет. Иван Валерьевич здесь, Саблин? Из далекой... Здравствуйте, коллеги, да. О, отлично. Пожалуйста, Иван Валерьевич Саблин, Гидельбергский университет. Тема докладок Дальневосточной республики экономический регионализм и имперский патриотизм. Пожалуйста. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня хорошо слышно. Огромное спасибо организаторам за приглашение. Я сейчас хочу... А можно мне включить презентацию как-то попробовать? Николай Николаевич. Ушел. Ну ладно. Просто, к сожалению, функция не работает для того, чтобы поделиться с вами экраном. Ну тогда я цитаты приведу устно, а фотографии, может быть, потом получится вам показать. Да. Тема сегодняшнего моего доклада к Дальневосточной республике. смотря на темы доклада других участников, я подумал, что было бы неплохо поместить историю ДВР в широкий контекст имперских трансформаций. Я хочу поговорить о тех идеях, которые касались Дальнего Востока и которые циркулировали в публичном политическом пространстве с 1905 года. Ну и пару слов сказать о тех событиях и тех идеях, которые на Дальнем Востоке имели большое значение после присоединения ДВР. То есть, собственно, о самой Дальневосточной республике я скажу пару слов. Тема доклада я вынес идею экономического регионализма и идею, ну, я называю его здесь имперским патриотизмом, но это идея того, что несмотря на какие-то региональные особенности и несмотря на желание некоторых политиков заниматься обособленной экономической политикой, большинство из них придерживалось идеи о том, что необходимо вот это многомерное пространство империи сохранить как в экономическом, как в политическом смысле, ну, здесь империю я имею ввиду в аналитическом смысле, то есть я говорю ее о каких-то проектах и промежуточных и о советском проекте. Ну, я хотел бы начать с цитаты из Краснощокова. Краснощоков во время его переговоров с полицентром и представителями сибирских большевиков 24 января 2020 года в Красноярске сказал следующую фразу «Идея буфера не нова. Дальневосточный Земского, дальневосточный Совнарком и раньше обвиняли в центробежности. Особенно сильно эти тенденции развивали в Амурской области, Приморской и других. Идея буфера реальна и сейчас на Дальнем Востоке. Она обопрется на местные тенденции. Создание буфера на Востоке теперь легче для нас, чем раньше. У нас есть для этого определенные директивы из центра. Поэтому наше наступление на Восток будет теперь более организованным, чем раньше. Естественным жилобежищем буфера его территории всегда был именно Дальний Восток. Байкал всегда считался естественной границей его, а Иркутск тяготеет западов. Как известно коллегам, которые занимались этими сюжетами, Краснощеков сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить во-первых, сибирских большевиков, в частности, Смирнова, а во-вторых, московских большевиков, в частности, Ленина и Троцкого, в том, что это образование Доволюсоточная Республика действительно не нужна. И первая половина 2020 года Краснощеков занимался тем, что пытался убедить в общем остальных региональных большевиков, что такое образование действительно необходимо. Здесь, в этой статье, которую я зачитал, он говорит о нескольких сюжетах, и я бы хотел эти сюжеты в течение своего доклада несколько осветить. Но если мы будем говорить об интеллектуальных истоках того, что та территория, которая занимала Дальневосточную Республику, от Байкала до Тихого океана, имеет какие-то тенденции к особенному экономическому развитию, то здесь с самого присоединения Амурского и Сурийского края начинаются эти дискуссии. Две ключевые фигуры это Бакунин и Герцен в середине XIX века говорят о том, что присоединение новой части Тихоокеанского побережья приведет к тому, что через эти территории в Евразию попадет североамериканская демократия, и то, что через Амур получится России выйти на Тихоокеанский рынок. уже к 1860 годам их оптимизм иссякает, я бы сказал, то есть быстрого выхода на Тихоокеанский рынок не произошло. И дальше, я бы сказал, такая идет тенденция, вот если мы будем говорить о середине XIX века, то у нас есть идея потенциального обособления этой территории, то она постепенно затухает к началу XX века, и даже если речь идет о каких-то экономических особенностях, то чаще всего у них речь идет в контексте единого политического пространства, единого государственного образования. Дальше следующим этапом конечно в развитии этих идей являются идеи сибирских областников, о них я скажу подробнее позже. Дальше некоторые коллеги говорят о так называемых заумовцах, то есть интеллигенции 80-х годов XIX века, то есть это те люди, которые организовывали на территории к востоку от Байкала музеи, библиотеки, научные сообщества и занимались собственно концептуализацией того, чем является эта новая территория. Вот известный исследователь Дальнего Востока Джон Стефан считает, что они были такими проторегионалистами Дальнего Востока, я с ним не совсем согласен, заумовцев стоит упомянуть здесь. А дальше экономический регионализм приобретает особое значение в контексте отмены свободной торговли в регионе, да, и вот такой термин Порто-Франко историкам региона хорошо знаком, у нас Порто-Франко отменяется в 1991 году, зачем на некоторое время восстанавливается в ходе русско-японской войны, затем отменяется уже окончательно. Вот идея того, озвученная Краснощековым, того, что Байкал является естественной границей, она как раз апеллирует к дискурсу Апорто-Франко, о том, что вот эта узкая полоска между Байкалом и Монголией, самое удачное место для расположения таможни, говорили многие представители региона. Ну, и на вот эти вот идеи экономического регионализма влияли другие дискуссии в поздней Российской империи, то есть дискуссии децентрализации вообще, то есть идеи того, что общество должно самоорганизовываться через земские городские самоуправления, через какие-то экономические объединения региональные. Первые воплощения в политическом пространстве эти идеи получили в ходе революции 1905-1907 годов. Ну, здесь у меня были фотографии некоторых участников важных, я их вам назову. Во-первых, это врач, известный забайкальский исследователь Николай Кириллов, а также переселенец украинского происхождения и впоследствии депутат Государственной Думы Андрей Иванович Шила и бывший ссыльный народоволец Борис Оржих. То есть эти люди сыграли в ходе революции 1905-го года ключевую роль в попытке создать экономическое объединение на Дальнем Востоке. Оржих выступал с докладом в Владивостоке о том, что неплохо было бы здесь сделать автономное образование, но Оржиха никто не поддержал, потому что значительная часть людей, которые участвовали в митинге, они работали на государственных контрактах, связанных с русско-японской войной, а другая значительная часть были солдатами, которые вообще не имели отношения к региону, они там базировались просто, и поэтому любое разглашение автономии для них означало проблемами для возвращения домой. Ну вот группа Оржиха также отправила Кирилова председательствовать на крестьянском съезде в Никольске Уссурийском, который прошел в конце 1905 года, и там было принято решение о таком самовольном создании Уссурийского земства. Была создана специальная организация крестьянская, и очень важно здесь отметить, имперский патриотизм здесь играет тоже важную роль, потому что несмотря на самовольную попытку создать такую единицу полуавтономную на Дальнем Востоке, решения съезда отправлялись в Петербург на утверждение монарху, то есть крестьяне, и среди них был как раз Андрей Иванович Шилов, крестьяне не считали, что они как бы занимаются каким-то политическими здесь проектами, считали, что просто те налоги, которые они и так уже платят, можно было бы тратить вместо оплаты внешнеполитических каких-то сюжетов на экономическое развитие региона. Но здесь важно отметить, что во все периоды, с которыми я работал, были те интеллектуалы, которые считали, что политическое обособление также возможно. Вот когда революция первая была подавлена, и значительная часть ее участников оказалась в Японии, в частности, в городе Кобе и в Нагасаке, там у нас некоторое время существовали эсеровские ячейки, такой известный народоволец Николай Судзюловский заявил участникам, обругал их и сказал, что они проворонили такой блестящий случай положить основание сибирским Соединенным Штатам. Но, как я уже сказал, в ходе выступлений, в частности, в Оржахово, в Владивостоке никакой поддержки не было вообще этой идеи, то есть экономическое обособление поддерживалось крестьянами, в частности, но вот идея политического обособления не поддерживалась. Ну, и между русско-японской войной и Первой мировой войной такими патриотическими тоже сюжетами начинает изобиловать и дискурс сибирских областников, в частности, Григорий Николаевич Потанин в 1908 году в своей работе «Нужды Сибири» пишет о том, что патриотизм по отношению к своему региону в Сибири не противоречит патриотизму в отношении всей России, он дополняет его. Здесь он объясняет идею Ядринцева в этом пассаже. Дальше он пишет о том, что Сибирь и особенно Дальний Восток Сибири предназначена играть роль буфера между Европейской Россией и Японией. Насколько мне известно, это первое упоминание буфера, то есть он 12 лет вперед выдвигает эту идею, но опять же он развивает ее через экономику и говорит о том, что обеспечение внешнеполитической безопасности будет осуществлено регионом только в том случае, если он будет сам экономически развит. И, соответственно, его программа развития буфера заключается в предоставлении прав Европейского самоуправления региону, организации лучшей переселения и так далее. Очень важную роль в оформлении вообще понятия Дальний Восток в контексте Российской империи сыграли депутаты Дальневосточники в Государственной Думе. Ну, собственно, они сами стали себя называть Дальневосточниками в Государственной Думе в Третьей-Четвертой Думах Российской империи. И их программа такого регионального объединения была связана с четырьмя основными моментами. Ну, во-первых, это защита Порта Франка, защита свободной торговли в регионе. И, например, забайкальский депутат Волков напрямую говорил о том, что лучшее место до границы как раз на кругу Байкальской железной дороги. Дальше они говорили об Амурской железной дороге и сожалели о том, что она не была построена ранее, но поддерживали государственный проект по ее строительству. Далее они говорили о том, что необходимо на Дальнем Востоке и вообще в Сибири ввести земство. Ну и, наконец, все они критиковали официальную внешнюю политику, особенно, да, в регионе, и говорили о том, что Дальний Восток стал жертвой неудачных предприятий в Маньчжурии. Здесь я бы хотел процитировать одного из депутатов, Феофилакта Чиликина, который в 1908 году на заседании Думы связал воедино, в общем, как и в целом такую социалистическую и либеральную критику правительства вообще, но и конкретно все претензии, которые местные депутаты объявляли правительству. Я цитирую. Я напомню, что решение строить железную дорогу через Маньчжурию возникло в тот самый памятный год, когда был затоптан нежный росток беспочвенных мечтаний русского общества о народном представительстве. Как бы в противовесочным мечтаниям о народном представительстве тогда возникли мечтания иного порядка, о теплых, незамерзающих берегах Желтого моря, о новых городах у этих берегов, о концессиях, затопированных в Тогу провиденциального значения России для желтой расы. Я не буду отнимать вашего времени останавливаться на этой авантюре и на ее печальных последствиях, которым она привела. Скажу только, что благодаря этому предприятию Амурская область, бывшая в 1895 году накануне постройки через нее железнодорожного пути, осталась в прежнем положении, оторванной и заброшенной. Кроме того, как первые последствия этой постройки восточно-китайской железнодороги на Амуре произошли известные всем печальные памяти события 1900 года. В этом году впервые Амур, это переводится на родческого река доброго мира, окрасилась кровью соседнего нам народа труженика. И с тех пор около этой крови в Преамурье создалась неуверенность в будущем краю. Нарушены были мирные добрососедские отношения с Китаем по вине тех творцов маньчжурской авантюры, которые не знали Преамурье и интересовались им. Очень важно отметить, что многие из тех вещей, которые озвучивали в Думе депутаты, дальневосточники, были поддержаны представителями органов власти региональных. То есть, если мы будем говорить о Порто-Франко, практически все политики, интеллектуалы Дальнего Востока говорили о том, что его необходимо сохранить. И посылали огромное количество петиций в Петербург, говоря о том, что только существованием свободной торговли этот регион сможет развиваться в экономическом смысле дальше. Здесь важно отметить, что революция с 1917 года заработал звук до вас. Заработал. Важно отметить, что революция 1917 года не стала для региона сразу каким-то разрывом с этими дискуссиями. И один из депутатов дальневосточников, Русанов, стал комиссаром временного правительства по Дальнему Востоку. И под его руководством осуществлялось создание органов... Александр работает на микрофон. Да. Я говорю. Все. Спасибо. Спасибо. Участники этого совещания остановились на том, что Дальнему Востоку нужна экономическая автономия, и эта автономия предлагалась оформить в форме краевого земства. Дальше те события, о которых, я думаю, мои коллеги, возможно, скажут сегодня, то есть в конце 1917 года те события, которые развивались стремительно, привели к кратковременному созданию, ну на один день буквально, земского правительства на Дальнем Востоке. 11 декабря 1917 года Русанов, как комиссар Временного правительства, передал свои полномочия Временному краевому бюро земства городов. То есть фактически вот эта идея создания четвертого уровня земства краевого, она получила оформление, но один из участников этого совещания, на котором было предрешение Краснощехов, он был наемным работником Никольского-Сурийского земства, такой не слишком часто обсуждаемый момент его биографии. Он вначале пытался склонить земский съезд к поддержке большевиков, но когда ему это не удалось, он с помощью Хабаровского исполкома устроил арест участников съезда, в частности арест Русанова, и на следующий день открыл съезд Совета Дальнего Востока, на котором была впоследствии провозглашена советская власть. Но здесь важно отметить, я не буду сильно, как я уже сказал, останавливаться на периоде краснощековской политики, но здесь важно отметить, что то правительство советское, которое он здесь создает в 1917 году, оно также является открытым для земства. То есть если мы будем говорить о политике большевиков в Москве, то курс на сворачивание земства начинается уже в 1917 году, сразу после их прихода к власти, но краснощеков вставляет место в первом советском правительстве для земства, и даже некоторое время сотрудничает с приморским земством. В 1918 году у нас происходит такая важная цепь событий, связанная с созданием трех, можно сказать, фактически независимых советских правительств на территории Байкала до Тихого океана. В апреле 1918 года у нас практически в один день появляется Забайгальский совнарком в Чите под председательством большевика Матвеева, появляется Амурская трудовая республика под председательством Мухина, и появляется так называемая Советская республика Дальнего Востока под председательством Краснощекова. Советская республика Дальнего Востока упоминается в одной из резолюций съезда, на которой председательство Краснощеков, и как название официально не закрепляется, но закрепляется с мая официальное номинование органа власти, которое возникает Краснощеков в дальнесом нарком. Вы, наверное, слышали об этом, да, Дальневосточный совет народных комиссаров. И очень интересно, что московское правительство, ну, сначала, да, Петроградское, а затем московское, все эти сюжеты особенно не поддерживают, и когда идет переписка с правительством Краснощекова, даже с наркомом его никогда не называют. Его называют всегда Советом рабочих и солдатских депутатов, да. И, как я уже сказал, я пропущу период, собственно, Дальневосточной республики, потому что о нем поговорят и мои коллеги сегодня. Но вот те тенденции, те идеи того, что Дальний Восток имеет особенности экономические, которые заставляют, как бы, лидеров этого региона просить особых прав у советского правительства, они продолжаются, и после ликвидации ДВР, и, в частности, глава Дальневосточной области Ян Гомарник накануне преобразования области в Дальневосточный край пишет несколько писем в Москву, где он просит сохранить автономию экономическую в регионе, он так и говорит. И в своем письме главе Малого Савонаркова Богославскому Гомарник пишет о том, что бюджет региона построен с некоторой автономией, с учетом 10 тысяч верст, отделяющих нас от Москвы. Также он пишет, что Дальний Восток живет на собственные средства впервые за всю свою историю, и то, что Дальневосточная область для Москвы все еще неизвестная земля. И Гомарник просит предоставить до ревкому максимуму инициативу в работе и сохранить автономию бюджета. Ну, как известно, это обращение Гомарника не было поддержано. В 1926 году у нас территория Дальнего Востока полностью вливается в РССР без каких-то автономных прав под названием Дальневосточного края. Но я бы в качестве завершения хотел сказать, что если мы будем говорить о Дальневосточной республике, в том числе и как воплощении этих идей, то здесь у нас прослеживается такая интеллектуальная связь с периодом, начиная с 19 века. А если мы говорить о практической политике советской, то Краснощоков в 1920 году, он не просто вступает в соглашение с полицентром, но и выступает, я бы сказал, главным адвокатом полицентра перед большевистским руководством Сибири. Ну, Краснощоков, думаю, как многим из вас известно, был адвокатом по образованию. Здесь у нас получается такая, да, не просто метафора, да. И Краснощоков, он защищает не просто идею полицентра, да, о том, что неплохо было бы здесь создать буфер, но он возвращается к своим проектам, проектам земства, проектам Советской Республики Дальнего Востока. И, как известно, в 1921 году его как раз убирают, в том числе за излишнюю экономическую самостоятельность и за то, что он, ну, его критики говорят о том, что он хотел сделать республику полностью независимой. Я здесь с ним не совсем согласен. Он хотел сделать республику экономически автономной, да. И в завершение я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на то, что у нас в середине XV века есть идея того, что экономический регион является особенным, вот эта вторая часть названия, идея патриотизма имперского, она почти всегда перевешивает, и Краснощеков у нас и в пределах Дальнего Востока Республики остается в меньшинстве, и впоследствии, да, в раннесоветский период те сторонники полной интеграции в РСФСР региона, они побеждают. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Николай Николаевич, я готова. Слышно меня, нет? Да, да, Людмила, нас слышно нормально. Да? Ну, я могу выступать, нет? Или вопросов ждут? Коллеги, нет вопросов, да? Ну, Иван Валерьевич, вы так всех очаровали своими свежими идеями, все обдумывают. Я думаю, что это первое, но не последнее наше совместное мероприятие. Мы будем вас по возможности привлекать как можно чаще, как, так сказать, наш форпост дальневосточных историков в Европе. Вот, спасибо вам большое. Если вопросов нет, тогда я передаю слово Людмиле Ивановне Галямовой. Тема ее доклада «Геополитические факторы создания Дальневосточной республики». Уважаемые коллеги, добрый день. Приношу свои глубокие извинения за техническую накладку. Ну, что поделаешь, иногда бывает. Хотела бы привлечь ваше внимание к геополитическим факторам создания Дальневосточной республики. И вот об этом как раз доклад. Дальневосточная республика, конечно, уникальное явление в истории нашего государства. Создание и функционирование на Дальнем Востоке в 1920-1922 годах буферной республики не являлось результатом естественного исторического развития России. Оно было обусловлено целым рядом сложных факторов и обстоятельств как внутреннего, так и внешнего порядка. Первостепенное значение из них имела, конечно же, Октябрьская революция 1917 года. Она явилась огромным историческим событием, масштабы которого вышли далеко за пределы России и коснулись многих и многих государств. В частности, в странах Антанты и США, правящие круги, российские революционные события сразу восприняли как серьезную угрозу тому, что Россия продолжит активно участвовать в мировой войне и что выполнит свои обязательства перед союзниками. Кроме того, руководство этих стран очень беспокоила судьба союзных капиталов, ввезенных в Россию в виде займов, кредитов и инвестиций в предвоенные и военные годы. И, конечно, учитывалась возможность детонирующего воздействия революционных событий 1917 года на трудящихся стран Запада. В итоге на первый план сразу вышли такие геополитические факторы, как государственные интересы держав, принимавших участие в Первой мировой войне в союзе с Россией. А логическим результатом этих совокупных обстоятельств явился экспорт контрреволюции, то есть интервенция в самых различных ее формах. Вопрос о начале вооруженной интервенции в России формально был решен на открывшейся в конце ноября 1917 года конференции Верховного Совета стран Антанты. Интервенция содержала в себе целый комплекс факторов – геополитические, экономические, классовые, антирусские и так далее. Иностранные державы стремились к максимальной дезинтеграции и ослаблению российского государства. Реализация их планов вела к тому, что Россия теряла статус великой державы, переставала быть одним из центров международной политики со своими национальными интересами. Тем самым решалась бы геополитическая задача по ослаблению России и ее исключению из активных субъектов международной политики. Англия и Франция выступили также инициаторами сплочения контрреволюционных сил и антисоветски настроенных сил в самой России, направив их против большевиков. 23 декабря 1917 года представители этих двух стран заключили соглашение о разделе Южной России на так называемой «зоной действий». Каждая из сторон обязалась помогать русским антибольшевистским силам в пределах своей зоны. Кроме того, важной стороной политики Великобритании и Франции являлась организация прямой вооруженной интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке, которую намечалось осуществить силами американских и японских войск. Правительство США в целом разделяло эти планы, признавая необходимой оккупацию части России союзными войсками в качестве гарантии выплаты ее долгов Антанте и Соединенным Штатам Америки. В Сибири и Дальний Восток привлекали особое внимание многих стран США, Англии, Франции, Японии и так далее в силу своих богатых запасов природных ресурсов. Эти территории, то есть Сибирь и Дальний Восток, были как бы оторваны от центра России из-за своей удаленности и слабого развития транспортных коммуникаций. Ослабление России в ходе мировой гражданской войны, а также стремление великих держав ликвидировать большевизм и помочь антисоветским силам предопределить иностранную интервенцию в указанном регионе нашей страны. Одной из основных задач участников интервенции было установление контроля над стратегическими позициями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и над источниками сырья, захват рынков сбыта и так далее. Главными участниками и одновременно конкурентами в проведении экспансии на Дальнем Востоке и в Сибири явились Соединенные Штаты Америки и Япония. Экономические и политические интересы участников интервенции воплотились в конкретных геополитических концепциях. В частности, политика Японии в отношении русского Дальнего Востока была сформулирована в слова генерала Уихара Юсако, начальника генерального штаба императорской армии Японии, который выразился так. Только полное закрепление за Японией всех берегов Японского моря обеспечивает ей великодержавность. То есть побережье России, естественно, должно быть японским. Сигналом к началу открытой вооруженной интервенции на Дальнем Востоке стало выступление войск Чехословацкого корпуса, которые в ночь на 29 июня 1918 года при поддержке союзных кораблей, стоявших на рейте, свергли советскую власть во Владивостоке. Члены Владивостокского совета были арестованы. Утром 29 июня англичане и японцы высадили большие подразделения десантников. В полдень их, к примеру, последовали китайцы, вечером американцы. 2 августа Япония обнародовала декларацию о начале интервенции. На следующий день появилась американская декларация, затем английская, французская и так далее. Следующим этапом наступления интервентов были намечены Никольско-Сурийский, а затем Хабаровско-Чита. Хотелось бы подчеркнуть, что в осуществлении интервенции на Дальнем Востоке первостепенная роль принадлежала Японии. К концу 1918 года Япония уже располагала на русском Дальнем Востоке контингентом войск численностью около 80 тысяч, тогда как США, например, около 8,5 тысяч. Вдобавок, японское правительство настояло на том, чтобы главнокомандующим всеми интервенционистскими войсками в этом регионе был именно военный представитель Японии. Им стал генерал Кикудзо Отани. В 1918-1919 годах он являлся главнокомандующим японскими войсками на Дальнем Востоке России и формальным командующим всеми войсками интервентов. С августа 1918 года по октябрь 1919 через Дальний Восток прошло в общей сложности 120 тысяч японских солдат и офицеров, в то время как американский экспедиционный корпус в целом достигал 10 тысяч человек. Войска всех других стран насчитывали 28 тысяч человек. Осенью 1918 года фактически сформировались два центра, нацеленных на установление диктаторского режима в Сибири и на Дальнем Востоке. Первый из них сформировался в Сибири с центром в Омске. Преобладающим здесь было английское влияние. Английское влияние. И англичане делали ставку на Александра Колчака и активно его поддерживали. Другой японский центр сложился на Дальнем Востоке с опорным пунктом во Владивостоке. Причем японцы старались ослабить позиции конкурентов, англичан, американцев, французов и так далее, чехов. Япония стремилась укрепить свое политическое и военное положение путем поддержки дальневосточных казачьих атаманов. На Дальнем Востоке внимание союзных представителей сразу же было обращено на казачьи формирования, возглавляемые атаманами Семеновым, Гамовым, Калмыковым, а также на руководство КВЖД в лице генерала Хорвата и связанные с ним контрреволюционные группировки. Однако в ходе гражданской войны, несмотря на поддержку интервентов, белое движение стало терпеть поражение. Летом 1909-1919 года под ударами Красной Армии колчаковские войска отступают на восток. К ноябрю отчетливо обозначился близкий крах белого режима. Осенью 1919 года в окружении президента США Вильсона, а также у сибирских правых социалистов, земцев, кооператоров, родилась идея создания буферного государства. Об этом уже говорилось. Вот с помощью этого государства намечалось... инициаторы надеялись спасти Колчака и не допустить восстановления в Сибири советской власти. Однако в условиях развала белого режима, бурного подъема повстанческого и партизанского движения, интервенты отказались от этой идеи, ну и от самого Колчака в итоге. 16 декабря 1919 года представители США, Англии, Франции, Италии, Японии на совещании в Лондоне приняли решение о выводе своих войск из Сибири. Союзные державы фактически признали крах колчаковского правительства и стремились предотвратить революционное разложение собственных войск, находившихся в России. 9 января 1920 года правительство США также официально объявило об эвакуации своих воинских контингентов из России. Но вместе с тем, параллельно, как бы в результате переговоров госсекретаря США Роберта Лансинга и японского посла Вашингтона Кидзуру Сидехары было принято решение об усилении японских войск в Сибири, чтобы оказать сопротивление продвижению большевиков на восток. Японцы, получив определенную свободу рук, всячески старались установить свою гегемонию на российском Дальнем Востоке, опираясь на военные силы. Ликвидация японской интервенции оставалась первоочередной геополитической задачей для молодой Советской Республики. Но в начале 1920 года ситуация, сложившаяся в Забайкалье и на Дальнем Востоке, была очень и очень сложной. Кто-то там громко говорит. Очень и очень сложной. Она складывалась таким образом, что антисоветские настроенные правящие круги западных держав упорно пытались с помощью японских войск преградить путь наступавшей Красной Армии, сохранить указанный регион, как один из плацдармов борьбы за освобождение России и от большевизма. В связи с этим попытки контрреволюционных деятелей организовать в Забайкале и на Дальнем Востоке антисоветское буферное государство получало очень большую поддержку стран Антанты. В этот период казачьи атаманы Семенов и Калмыков выдвинули и активно стали проводить в жизни идею про японского протектората на Российском Дальнем Востоке. Наибольшую активность, конечно, в создании такого государства, как известно, развивал атаман Семенов, который на основании указа Колчака был объявлен преемником верховного правителя на территории Российской Восточной окраины. По указу Семенова, 15 января 1920 года было сформировано правительство с таким расчетом, что оно станет будущим правительством для всего региона к Востоку от Байкала. В состав этого правительства были включены преимущественно в арене, например, генерал Афанасьев, Хрещатинский, Хрещатитский, Клерже и несколько гражданских лиц. Новое правительство немедленно признали атаманы Кузнецов и Калмыков и Колчак и Немчаковский наместник во Владивостоке Розанов. Но это правительство не признал, вернее, Хорвард, оказавшись в войти в его состав. А также видные сибирские кадеты Никлютин, Востротин, бывший преморский генерал-губернатор Николай Львович Гондати, они отказались войти в это правительство и заняли как бы дожидательную позицию. Япония, со своей стороны, стала с готовностью поддерживать мероприятие Семенова по созданию буферного государства. И в соответствии с этим в Забайкале была двинута еще одна дивизия. Одновременно, почти параллельно, буферного государства стал разрабатываться СССР-меньшевистским полицентром, поднявшим восстание против колчаковского режима, Взяв власть в Иркутске, руководители полицентра тем не менее понимали, что без согласования с большевиками они окажутся не в силах реализовать свой план по созданию буферного государства. Было решено послать на встречу наступающим частям 5-й Красной Армии делегацию с предложением о создании восточно-сибирской государственности в виде государства буфера, задача которого состояла в нейтрализации чехов и предотвращении военного столкновения революционной демократии с Японией. 18 февраля 1920 года председатель Реввоенсовета РСФСР Лев Троцкий в телеграмме председателю СИПРИВКОМа Смирнову предлагал ускорить создание буфера, чтобы не дать козырь в руки сторонникам дальнейшего продолжения японской интервенции. Опасаясь столкновения Советской России с Японией, Владимир Ильич Ленин поддержал идею восточно-сибирской государственности с СССРовским правлением. В начале марта 1920 года передовые части Красной Армии вошли в Иркутск. Возникла реальная опасность столкновения рабоче-крестьянской Красной Армии с японскими войсками, которые стояли в восточном Байкале. В сложившихся тогда условиях Советская Россия не могла одновременно вести войну против Польши на Западе, против белых армий Веникина и на юге России, извините, и против Японии на Дальнем Востоке. Выходом из этой ситуации стала как раз идея строительства, реализация идей по строительству буферного государства в виде Восточной Республики. Главная цель ДВР состояла в ликвидации японской интервенции и объединении стран без войны с Японией. Образование ДВР было провозглашено 6 апреля 1920 года. Ее суверенитет вначале распространялся лишь на Забайкале, но 29 октября в Чите было объявлено об объединении в Дальневосточной Республике по республику всех областей Дальнего Востока. Создание и деятельность ДВР были направлены на претворение в жизнь государственных интересов России, то есть сохранение политической независимости страны, восстановление территориальной целостности границ единого политического и экономического пространства, обеспечение военной безопасности государства. Благодаря искусственно созданному советской Россией буферному образованию на Дальнем Востоке эта задача была решена без вступления в войну со страной. Восходящего солнца была ликвидирована японская интервенция, достигнута единства страны и восстановлены геополитические позиции России на Тихом океане. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, у кого-то вот включен микрофон, выключите, пожалуйста. Вот, кажется, выключили, да? Да, коллеги, посмотрите, пожалуйста, чтобы микрофон был, если вы не выступаете с докладом, у вас выключен. Пожалуйста, какие есть вопросы к Людмиле Ивановне, коллеги? Нет вопросов, да? Ну, видимо, это тоже некие реалии вот нашего нового формата, пока еще не научились задавать вопросы. Вот, спасибо, Людмила Ивановна, за очень интересный доклад. Наш следующий докладчик это профессор Леонид Владимирович Курос, его содокладчик Базар Доксонович Циденов, кандидат на ул-доцент. Они представляют Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН из города Улан-Удэ. И тема их доклада «Национальная государственность в рамках ДВР и Монгольская революция 1921 года». Пожалуйста, Леонид Владимирович. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Наш доклад подготовлен в рамках совместного гранта РФФИ и Монголии «Монгольская революция 1921 года в зеркале транснациональной истории монгольского мира». История Дальневосточной республики находится постоянно в поле зрения отечественной историографии. А в связи с подготовкой празднования столетия Монгольской революции в истории Дальневосточной республики появляются новые сюжеты. В своих последних исследованиях мы рассматриваем этот проект с неожиданного ракурса, то есть ДВР как колыбель Монгольской революции 1921 года. Есть еще один сюжет, связанный с политикой ДВР. Это идея национальной государственности для бурят, реализованная в ДВР, которая стала идеологией и своеобразной экспериментальной площадкой при подготовке национальной революции Монголии 1921 года. Как известно, проект бурятских демократов по образованию автономии периода 1917-1919 годов, попытка Атамана Семенова создать федеративное монгольское государство в 1919 году, а также проект Самдана Цеденова по созданию теократического государства в 1919 году не увенчались успехом. Но в рамках Дальневосточной республики была осуществлена успешная попытка оформления национальной государственности бурят. И в этом вопросе важнейшую роль сыграла принятая в 1921 году Конституция Дальневосточной республики. В соответствии с ее положениями территория, занятая бурятским населением, выделялась в бурят-монгольскую автономную область. Автономия была наделена широкими правами в сфере судопроизводства, администрации активного хозяйства и культурно-национальной жизни. В мае 1921 года был упразднен Бурятский народно-революционный комитет и вместо него было создано Временное областное управление Бурят-Монгольской автономной области. Тем самым на практике была реализована концепция национально-государственного строительства, разработанная бурятскими национальными демократами, хотя и в границах только бурятского этноса. На протяжении полутора лет, март 20-го, ноябрь 21-го годов, бурятские демократы занимались национально-строительством, исходя из концепции Бурнацкома-Бурнардуна. В этом плане особая заслуга принадлежит лидеру национального движения Олбек Доржеринчино. Как опытный политик, он понимал, что борьба за власть в России подходит к завершению, и победа коммунистов в этой борьбе неизбежна. И он из последовательного панмонголиста превращается в строителя национального бурятского государства на новой основе. Национальную основу, национальную автономию он связывает с интересами внешней политики Советской России и развития мировой революции в странах Азии. В октябре-ноябре 2021 года в Чите состоялось первое национальное собрание, на котором произошло завершение строительства бурятской автономии в составе ДВР. Национальное собрание сформировало особое областное управление уже под руководством Амагаева, и ведущую роль в процессе национального строительства начинает играть коммунисты. Национальные демократы отстранены от этого процесса и в дальнейшее развитие бурятской автономии происходит уже под контролем партии большевиков. В начале 22-го года на основе объединения бурятских раймаков Иркутской губернии создается бурят-монгольская автономная область в составе РСФСР, а после упразднения ДВР происходит формирование общебурятской автономии. 30-го мая 23-го года постановлением ЦИК СССР автономные области бурят-монголов объединяются в бурят-монгольскую СССР. Но вопрос национальной государственности не был сугубо внутренним делом. Он являлся основополагающим прежде всего для Монголии. Вообще мы знаем, что буфер период его образования устраивал всех. Он устраивал РСФСР, устраивал Японию, США, Иркутский полицентр, другие региональные правительства. Но в этом, в этой ситуации создание буфера стало для Монголии просто подарком судьбы. Не секрет, что в период гражданской войны в России внешняя Монголия осталась один на один с Китаем, что привело к китайскому военному присутствию в стране и отказу от автономии. Летом 20-го года в Троицкосавск прибыла миссия монгольских революционеров, знаменитая монгольская семерка, оставившая заметный след в истории монгольской революции. По именам это Донзан, Даксом, Лассо, Бадо, Чакдаржавча и Балсан и Сухебатар. В этот период Монголия была оккупирована китайскими войсками и не могла рассматриваться в Москве в отрыве от Китая. Более того, когда наметились признаки советско-китайского ближения, так и Китаю импонировали внешнеполитические акции России в связи с ее отказом от протектората на Монголии. Семерка партийцев была готова взять судьбу страны в свои руки, ибо правительство Багдогогена, откажавшись в свое время признать советское государство, теперь сам он находился под контролем оккупационных войск. Но семерку в советской России не были готовы принимать как официальную делегацию в соответствии с международными протоколами. А Монголии нужна была лишь для продвижения мировой революции в Китае, Синьцзян и Индии. Что касается внутриполитической борьбы в Монголии, то руководство советской России и РКПБ от нее дистанцировались. О неоднозначной ситуации говорит и тот факт, что в это же время были направлены послания с просьбой о помощи в США и Японию, причем оба послания были с печатью и позволением Багдога-Гэна. Кроме того, Россия вынуждена была считаться со сложившимся в мировом сообществе дипломатической практикой и действовать с максимальной осторожностью. Поэтому попытки монгольской делегации добиться хотя бы призрачного обещания официальной помощи со стороны Советской России восстановлением автономного статуса Монголии в рамках Кягтинского соглашения 15-го года были попросту оставлены без внимания. Фактически всю черновую работу по продвижению монгольской революции взяли на себя три человека. Это Борис Захарович Шумяцкий как видный функционер Дальневосточной Республики, Отто Иванович Макстенник, уполномоченный наркоматой иностранных дел РСФСР в Монголии со штаб-квартирой в Троицк-Асавске и Элбек Даржеричино проводник идей монгольской государственности. Но радикально настроенная семерка согласилась пойти на установление контакта с революционными организациями Китая лишь в обмен на распространение своего влияния на все части Монголии и объединение их в будущее в одно государственное целое, хотя бы и связанное с Китаем в той или иной форме федерации или автономии. То есть вся последующая организационная идеологическая военная работа осуществлялась в ДВР при полном контроле указанных персоналей. Это позволило добиться поддержки Коминтерна и втянуть советскую Россию в соперничество с Китаем за Монголию. Тем самым монгольская делегация открыла большевикам и мировой революции путь на восток. Потом последовала череда переговоров в Иркутске, в Омске и затем в Москве. В Москве делегация вызвала к себе большой интерес и была приглашена на заседание Политбюро ЦК РКПБ при участии Ленина Сталина Бухарина, где обсуждались и монгольские и бурятские вопросы. На заседание был приглашен и Ренчино. Значение делегации после этого в глазах Москвы резко возросло, что отразилось на сумме денег, выделенной на первоначальную работу. Образ монгольской коммунистической монархии начал представляться Москве более привлекательным, нежели абстрактные конструкции грядущих генеральных сражений пролетариата Китая. Более того, советское руководство посредством Коминтерна и в целях активизации революционного движения Монголии использует практику антикитайских настроений. События начинают развиваться наиболее стремительно, когда в конце 1920 года азиатская дивизия барона Унгерна переходит в границу Монголии, а в феврале 1921 года освобождает Ургу от китайской оккупации. Монголия заявляет о своей независимости от Китая, Багдогоген официально возвращается к исполнению обязанностей теократического монарха. С помощью Багдахана барон Унгерн стремился реализовать проект создания Срединного государства, то есть объединение автономной Монголии, Тибета и уйгурского автономного региона в Единую Федерацию. Фактически Унгер стремился реанимировать империю эпохи Цин, что было неприемлемым для монголов. Руководство Советской России становится понятным, что монгольские революционеры могут стать не просто сегментом китайской революции, а в состоянии быть самостоятельной властью в своей стране. Поэтому не случайно, что в резиденции Макстенника, то есть Касавский, образовался своеобразный связующий центр между монгольскими революционерами Дальневосточной Республикой, Советскими и Коминтерновскими структурами. Именно здесь с 1 по 3 марта 21 года состоялось партийное совещание, которое в 24 году было объявлено учредительным съездом Монгольской Народной Партии. На заключительном заседании этого съезда присутствовало 26 делегатов. Всего партийцев тогда насчитывалось лишь 150 человек. Съезд избрал Центральный Комитет, утвердил партийную программу из 10 принципов, которая четко прослеживалась влияние идей и практики Коминтерна. Вместе с тем в программе был поставлен вопрос и в русле панмонголизма, то есть объединение всех монгольских племен в одно государство. И на съезде, и после него уделялось внимание вопросам укрепления сотрудничества Советской России из Коминтерна. Съезд принял решение просить дальневосточный секретарят исполкома Коминтерна назначить своего постоянного представителя при ЦК МНРБ. И вскоре обмен такими представителями состоялся. Монгольская Народная партия вступает в Коминтерн в качестве сочувствующей организации на основе заявления ЦК партии от 11 марта 2021 года. А в июне ее делегаты уже участвуют в работе Третьего Конгресса Коминтерна. На передний план были выдвинуты вопросы борьбы с китайскими милитаристами и Унгерном. А на самом съезде был образован штаб партизанских отрядов Народной армии под руководством главкома Сухебата. Тогда же на территории ДВР начали формироваться четыре полка, которые стали основой будущей Монгольской Народной революционной армии. 30 марта было сформировано временное народное правительство во главе Шагдаржаа, которое вскоре сменил Бадо. Тем самым в марте 2021 года в Монголии возникает двоевластие. Народное правительство на севере, имевшее советскую поддержку, и правительство Бахдахана в Урге, оккупированного белогвардейцами. Тогда же Хунгер начинает понимать, что со своей политикой репрессий, грабежей, расстрелом он становится в тягость Монголии. И в этот период он получает письмо от Атамана Семенова с предложением принять участие в широкомасштабной операции при поддержке Японии против Красной вдоль всей китайской границы с выходом на берег Байкала и захватом Верхневудинска. 21 мая азиатская дивизия, усиленная монгольскими отрядами, двинулась на север. Здесь важно подчеркнуть, что вторжение его войск на советскую территорию коренным образом изменило всю ситуацию в Монголии и вокруг нее. Советская Россия получила весомый повод для ввода своих войск на территорию Монголии, что было необходимо как с военной точки зрения, так и с политической. С военной потому, что необходимо было разгромить барона Лунгерна, представлявшего опасность для советского государства, а с политической требовалось оказать реальную помощь монгольским революционерам в деле овладения ситуацией в стране, так как возникла реальная опасность поражения монгольских революционных сил. Временное народное правительство Монголии еще 16 марта, а затем 10 апреля 21 года обратилось к правительству РСФСР с просьбой об оказании военной помощи. Тем самым у советской России появилась пусть и не безупречная, зато правовая основа для ввода войск на территорию Монголии. Дело в том, что только сформированное временное правительство еще никем не было признано. 16 июня 21 года Политбюро ЦК РКПБ приняло решение оказать военную помощь монгольскому народу с целью ликвидации Унгерна на территории Монголии, соблюдением прав, порядков и обучаев страны, а 20 июня принимается еще одно решение ассигновать 200 тысяч рублей серебром для Монгольской Народной Партии. Тем самым событиям Монголии было придано заметное ускорение. Из небольшой группы революционеров, поддержанных РКПБ в качестве сегмента общекитайского революционного движения за несколько месяцев выросла политическая партия, Народная революционная армия и временное народное правительство, которым реально могла перейти вся власть в стране. И хотя партия, вопреки желаниям Коминтерна, не ставила своей задачей слияния с китайским революционным движением, не поддержать ее было бы равнозначно изменения делом революции. Тем не менее, Коминтер не оставлял надежды, что Монгольская народная партия сольется с китайским революционным движением и обязательно возглавит ее в тех районах Китая, где традиционно проживали монголи. 22 июня Чичерин передал указание Дальбюро ЦК РКПБ начать военные действия против Унгерна на территории Монголии. Советское командование сформировало особый экспедиционный корпус около 10 тысяч бойцов во главе с комфором Нейманом. На корпус возлагалась задача во взаимодействии с монгольскими народными войсками осуществить разбор Унгерна. 27 июня после успешных операций вдоль границы советские монгольские войска начали широкомасштабное наступление в направлении в Урги и передовые части уже 6 июля вошли в город. Багдахан и его правительство не теряли надежду договориться с красными монголами и советским командованием. Победители встречали торжественно открыто простой люд с радостью верхин осторожен. Верхи церковные и светские скоро поняли что в Ургу пришли не просто освободить от Унгерна а пришли пришло новое руководство. 10 июля было сформировано новое правительство во главе с одним из руководителем Народной партии Бадо. Правительство наряду с членами Монгольской Народной партии вошли представители духовенства и князей. Багдахан глава Ломаийской церкви был провозглашен ограниченным монархом. Новая власть демонстрировала линию на сплочение всех патриотических сил в борьбе за обеспечение национальной независимости Монголии. Но при этом во всех новых властных структурах ведущие позиции заняли члены Монгольской Народной партии. Таким образом в июле 21 года в Монголии произошла революционная смена власти. Тем самым проект Ренчино, нашедший начальное проявление в Дальневосточной республике, был в полной мере реализован Монголией. Советская Россия оказалась непростой ситуацией. С одной стороны требовалось признать новое государство, а с другой такое признание осложняло и без того запутанные отношения с Пекином. 8 октября 21 года по приглашению СНК РСФСР первая полномочная делегация Монголии прибыла в Москву. Начавшиеся 26 октября переговоры завершились 5 ноября подписанием соглашения между правительством РСФСР и Народным правительством Монголии о восстановлении дружественных отношений между Россией и Монголией. Тем самым советское партийно-политическое руководство России поставило монгольский вопрос в официальную практическую плоскость, невзирая на возможность осложнения отношений с официальным Пекином. Были подписаны также дополнительные протоколы об отказе правительства РСФСР от концессий и экономических привилегий царского правительства, о сотрудничестве в области судопроизводства, о предоставлении Монголии суды в 1 миллион рублей. Правительство РСФСР признало единственным законным правительством Монголии народное правительство, а оно признало единственной законной властью РСФСР правительство РСФСР. Сороны договорились об установлении дипломатических и консульских отношений, об обмене полномочными представителями. В этот же день в Кремле состоялась официальная встреча монгольской делегации с председателем Совнаркома РСФСР Лениным, на котором присутствовали Чечерин и Шемецкий. Подписание данного соглашения имело важнейшее значение для обеих сторон. Для Советской России с точки зрения укрепления позиций на Восточной Азии, восстановления традиционных экономических связей с Монголией и перспектив развития отношений в треугольнике Россия, Монголия, Китай. Для Монголии соглашение становилось гарантией национальной государственности и вселяло надежду на нормализацию отношений с Китаем, открывало путь во внешний мир. И хотя действия советских дипломатов, руководство рабочей крестьянской Красной Армии, Коминтерна, правительство ДВР не всегда были взаимосвязаны и зачастую преследовали разные цели, но они сошлись в одной точке, в оказании помощи народному правительству Монголии его вооруженным силам. И в этом плане сам факт, сам факт существования Дальневосточной Республики и ее национальная политика в отношении монгольских народов это предмет специального изучения. Спасибо. Спасибо, Леонид Владимирович. Вопросы, коллеги, пожалуйста. Нет вопросов. Можно вопрос? Да, Людмила Ивановна, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, как Китай отреагировал на эти события о провозглашении монгольской самостоятельной государства? Китай не приветствовал это соглашение. Да, это понятно. Да, сил уже у Китая в этот период не было, чтобы как-то противодействовать этому акту. Спасибо. Спасибо. Еще, коллеги, вопросы? Коллеги, можно мне вопрос задать? Слышно меня? Да, пожалуйста. Леонид Владимирович, вопрос такой. Скажите, насколько активно использовались во всех этих событиях идеи объединения Монголии и Бурятии в единое государство? Эта идея, панмонгольская идея использовалась в Коминтерном более чем активно. Достаточно сказать, что на третьем съезде МНРП тогдашний лидер Бурятмонголии Ербанов, один из лидеров вернее, озвучивал эту идею, идею создания единого панмонгольского государства. Существовала идея переселения всего бурятского населения в пограничные районы и создания единого государства. Потом вы знаете, во что это вылилось. Да, но это идея с конечной целью расширения территории подконтрольной советской власти или речь шла по крайней мере среди представителей монгольского и бурятского этноса о формировании самостоятельного панмонгольского государства. Я думаю, что здесь нельзя отделять одно от другого. Создание самостоятельного государства и плазарма для будущего продвижения революции на Восток. О том, насколько эта идея была жива, вот в прошлом году Институт Востоковедения опубликовал блестящий, на мой взгляд, сборник документы истории Монголии в документах ФСБ 20-30-е годы. И там показана вся деятельность Коминтерна, в том числе и бурятских специалистов. Упоминаемый мной Амагаев фактически стал диктатором в Монголии. И последует действия того же Ренчино, они не всегда вызывали понимание монгольских товарищей. Я могу на эту тему говорить очень долго. Спасибо, Леонид Владимирович. Вот интересно, в связи с переформатированием некоторой нашей административной структуры, когда Бурятия и Забайкальский край были включены в состав Дальневосточного федерального округа, вот у нас открылись новые горизонты и новые темы для обсуждения. Спасибо. Нет больше вопросов? Коллеги, у нас следующий докладчик, профессор Владимир Иванович Шишкин, наш крупнейший специалист по данному историческому периоду из Новосибирска, из Института истории. У него он писал, были какие-то проблемы с подключением. Владимир Иванович, вы нас слышите? Нет, к сожалению, не слышит. Тема доклада очень интересная. Я, коллеги, знаете, вот что думаю, доклад Владимир Иванович очень незначимый, поэтому мы, наверное, если вы не возражаете, подумаем, может быть, выберем какое-то удобное для него и для всех нас время, где-нибудь через неделю или через две недели и устроим такой специальный семинар. Дадим ему возможность выступить и с удовольствием его послушаем. А сейчас я тогда предоставляю слово нашему следующему докладчику, тоже из Новосибирска, директор Института истории сибирского отделения РАН Вадиму Марковичу Рынкову. Тема доклада на закате гражданской войны социальной политики и социальной демагогии власти в Восточном Забайкале. Пожалуйста, Владимир Маркович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать. Очень здорово, что нам наконец-то удалось собраться. Я, Николай Николаевич, благодарю вас за подарок, который вы передали недавно нашему институту. Это очередной том истории Дальнего Востока, посвященный периоду Великой Отечественной войны. И это символично, что в числе организаторов фактически в качестве площадки для подобной конференции оказался институт истории, археологии, этнографии Дальнего Востока, народов Дальнего Востока, поскольку действительно за последние два десятилетия наверное самый крупный труд обобщающий результаты многолетних советских и постсоветских исследований истории гражданской войны на Дальнем Востоке был создан в институте вашем. Мы все этим томом истории Дальнего Востока России, посвященном гражданской войне все мы активно пользуемся. А теперь я хотел бы спросить, существует ли техническая возможность показать меня на большой экран, чтобы я включил демонстрацию? Да-да, конечно, сейчас это сделаем. Тогда сейчас я попробую, мне только надо понять, что надо вперед сделать, включить слайды или демонстрацию экрана. Отключив, вот у меня написано, что демонстрация экрана отключена. Запустите слайды отдельно, а потом кнопочку демонстрации экрана, выберите слайд, он у вас появится. Так, сейчас попробуем. Организатор отключил. Так, еще раз. Я нажимаю демонстрацию экрана, но у меня вылазит, что организатор отключил демонстрацию экрана. Поэтому, если вы мне подскажете, я бы запустил презентацию небольшую. Организатор там должен разрешить в разделе безопасность. Так, что-то появилось у вас? Сейчас, сейчас ищет Александр Павлович. Так, так. не видим, где запрещено. Вроде бы никто не запрещал. В разделе безопасность посмотрите внизу. Внизу раздел безопасность. Вот. Разрешить участникам разрешено, разрешено. Разрешено, да, вот сейчас вроде демонстрация экрана. Видно что-то? Так, так, так. Сейчас, минутку. Пробую, что-то видно у меня? А у вас видно на вашем компьютере? Ну, на своем я включил демонстрацию. Нет, мы видим только вас пока. Принять у меня. Так, так, так. Ну-ка, может быть, может быть, мне позвать ребенка? Вот, это, знаете, самое правильное, я думаю. Подождите, одну минуту. Ждем, ждем, ждем. Ну, это, это коллеги реалии. Вот точно, молодежь помогает в то и дело. Потому что думал, что у меня получится все. Вот. Лисочка. Да, нужно презентацию включить. Да. Держи. так, это что, это зон? Да. Есть. Сейчас демонстрация есть, спасибо. Да, надо Владимиру Ивановичу подсказать, чтобы позвал внуков. Мы, к сожалению, каждый у себя дома находимся. Если б я мог телепортировать к нему свою дочку, она бы все наладила. Так, коллеги, позвольте, я начну. и первое, почему я взялся именно за эту тему, она актуальна, на мой взгляд, в двух отношениях. Во-первых, собственно, мы сегодня говорим о Дальневосточной республике, но один из центральных сюжетов, связанный с историей Дальневосточной республики, это Семеновская пробка, Семеновский режим, который существовал, несколько месяцев в Восточном Забайкалии. О нем писали в советское время, но в советское время описывались террор, застенки, пытки, ну и военные аспекты ликвидации Чеченской пробки. Это первое. И вопрос о том, что несколько месяцев небольшой региональный политический режим существовал функционировал, как-то организовывал свою внутреннюю жизнь, вообще не возникало. А между тем, это уникальный опыт, один из довольно многих подобных опытов в условиях гражданской войны, но каждый из них уникален, каждый из них нуждается в детальном изучении, как в изоляции, в условиях военного противостояния существовали, действовали политические режимы, структуры власти, занимавшие даже иной раз не целую область или губернию, а только ее часть. Мало что известно вообще о внутренней политике в Восточном Забайкале в этот период, на этом небольшом пятачке российской земли. И еще одна причина сугубо теоретическая, она заключается в том, что это режим своеобразная милитократия. И есть режимы, которые функционировали действительно с помощью террора и устрашения. И такие есть были в истории Сибири и Дальнего Востока в годы гражданской войны такие режимы существовали, но Семеновский не относится к их числу. Чем он привлекал, чем удерживал, как он удерживал власть на протяжении нескольких месяцев, этот вопрос долгое время не изучался. Последнее время появилось достаточно много публикаций, но в них основное внимание уделяется все-таки политическим реформам, политической составляющей, а вот социальную политику никто всерьез не изучал. Обязательно скажу о своем предшественнике. Это Владимир Сакович Васильевский, который, как мы знаем, ушел из жизни совсем недавно, прожив очень длинную, очень насыщенную жизнь, 14 февраля этого года его не стало, и вот ему принадлежит небольшой сборничек документов и небольшая книжка «Забайкальская берла государственность». не совсем может быть можно согласиться из того, что в ней написано и то, как расставлены акценты, но я сейчас не имею цели включаться в историографическую дискуссию, скажу лишь о том, что в этой небольшой книге на самом деле ему удалось сказать довольно многое. несколько отличительных особенностей. Во-первых, несмотря на то, что большая часть информации в книге в целом посвящена именно Восточному Забайкалью в 1920 году, но в ней не отделяется друг от друга политика Семенова или деятельность Семенова за периоды 1918 года, когда он боролся за ликвидацию советской власти в Восточном Забайкале, Колчаковский период и период, когда он был главнокомандующим вооруженными силами Российской Восточной Крайне. Для автора это единый период, он достаточно легко оперирует фактами из разных периодов и рассматривает все их как период Забайкальской белой государственности, период режима Семенова. Здесь я с ним не готов согласиться, мой оклад будет посвящен исключительно Восточному Забайкалью в 1920 году до падения Семенова. И еще можно, конечно, отметить, что, несмотря на небольшой объем в книге, значительное количество фактов, фактически материал достаточно богатый, извлеченный преимущественно из периодической печати, но там очень много материалов. И, по сути дела, он первый и, насколько я понимаю, и последний показал, среди прочего, наличие социальной политики власти в Восточном Забайкале в 1920 году. И, в общем-то, из приведенного им материала четко следует, что эта политика опиралась на множество таких предшествующих опытов региональной власти в более ранний период. Несколько слов о том, что в более ранний период обращает на себя внимание. Еще во время борьбы с советской властью, получая ресурсы какие-то, Семенов пытался раздавать их населению. И после занятия Читы, которая страдала в те месяцы от ужасного продовольственного и дефицита потребительских товаров, Семенов открыл несколько лавок городских и через них по невысоким ценам распределял продукты и товары. И этим, в общем-то, приобрел определенную популярность в кругах городских обывателей. Дальше можно отметить, что мы хорошо знаем, что несмотря на то, что в Забайкалье существовало при временном сибирском и российском правительстве областная администрация, областное управление, Семенов играл важнейшую, иногда решающую, решающее политическое влияние, его слово значило очень многое. И под его контролем была значительная степень пресса. И вот если посмотреть на периодическую печать второй половины 2019 года, то очень четко видны такие медийные приоритеты в освещении основных проблем, но отчасти из этих газетных сообщений можно видеть приоритеты в деятельности Семенова еще когда он функционировал параллельно с Колчаковской региональной администрацией. Извините, я сейчас доклад читаю на конференции. Так, и это такая особенность, как установлен был с августа месяца очень жесткий контроль за распределением жилья в городе. Городские власти следили за тем, чтобы не ушла ни одна свободная комната, чтобы именно городские власти распределяли жилье нуждающимся, поскольку потоки беженцев приезжали в город, и военные нуждались в жилье, контролировали цены на аренду жилья, которая была зафиксирована на уровне 1918 года, то есть искусственно занижена. И, в общем, на самом деле это соответствовало общероссийскому законодательству российского правительства, но в чете такое впечатление, что порядка было намного больше, чем в других городах. Затем довольно четко, по крайней мере в изображении прессы практически безупречно шло распределение потоков беженцев по восточному Забайкалью. Их принимали, направляли в небольшие города, старались минимизировать число беженцев в чете, хотя здесь я подчеркиваю, что это медийное впечатление, оно очень важно, то, как газеты это изображали, наверняка сбои были, но они в прессу практически не попадали. И региональная пресса публикует очень много нормативного материала российского правительства. То законодательство, которое принимало российское правительство в этот период, публиковалось с большим опозданием, публиковалось далеко не все. и вот здесь очень хорошо видно, что пресса старается публиковать все, что связано с социальными выплатами, социальной заботой. Здесь публикуется законодательство российского правительства и подтекст такой, что все в Восточном Забайкале выполняется. Не имеющий отношения к социальной политике поток нормативной документации фильтруется и попадает гораздо в меньшем объеме в газеты. Вот это уже показывает, что власть заботится о медийном впечатлении, чтобы у населения культивировать патерналистские настроения, что региональная власть все отслеживает, все делает, не бросит и так далее. Но вот теперь я сразу оговорюсь несколько слайдов, связанных с системой управления в Восточном Забайкале после падения колчаковского режима. Я их не готовил к этому докладу, но считаю, что они вполне уместны здесь и сами по себе довольно интересны. Вот после того, как власть перешла на Дальнем Востоке формально перешла к Атаману Семенову как главнокомандующими вооруженными силами Восточной окраины России, он учредил такую структуру управления регионального, достаточно упрощенного, не было правительства, было два помощника по военной части и по гражданской части, у каждого из них несколько управлений было под контролем и как видите помощник по военной части на самом деле конечно это ключевая фигура в управлении, но его управление ему подконтрольное их немного, военные дела снабжения и транспорт гораздо более разветвленная система управления под контролем помощника по гражданской части и здесь ключевую роль в социальной политике по сути дела стало играть управление внутренних дел, потому что органы труда, министерства труда, существовавшие в российском правительстве и они существовали в восточном Забайкале, они были влиты в управление торговлей промышленностью и продовольствием как небольшой отдел. Вот так выглядело управление и вот вся социальная политика была включена в управление внутренних дел. Кстати говоря, газеты позволяют реконструировать и внутреннюю структуру каждого из управлений, потому что прослеживаются все отделы практически. Потом в ходе реформ 26 июня 1920 года в восточном Забайкале была проведена реструктуризация органов управления. Управление выглядело вот таким образом. Были ликвидированы помощники по военной и гражданской части, создано по сути дела правительство контролем Краевого народного собрания. Ну вот ведомства внутренних дел переуправления стали называться ведомствами, оно осталось. Ну и на закате уже собственно при передаче власти после практически того, как Семенов отказался от власти, региональное управление стало выглядеть вот таким вот образом. Это переходное полу такой социалистическое правительство и как видите тут снова появляется ведомство труда. Но теперь несколько выводов об том, как вообще, что позволяла эта структура управления сделать. Сразу нужно отметить, что она и не была нацелена на продолжение той социальной политики, которую проводило российское правительство. Потому что ресурсов таких не было. Масштаб был совершенно другой. Это фактически небольшая часть Забайкалья. Даже не целиком восточная Забайкалья, потому что были значительные анклавы партизанского движения. Поэтому Семенов не пытался, хотя первый месяц изображал себя наследником власти российского правительства, но не имел возможности, не пытался проводить ее в полном объеме. Поскольку это было невозможно, подвижное реал управления, достаточно слабый контроль за пределами мечты, регион просто переполнен беженцами, масса социальных проблем и многие проблемы были нерешаемые, но как раз ситуация, она показывала, что принципиально игнорировать социальные проблемы политик, руководящий регионом, просто не мог. Ему так или иначе приходилось эти проблемы решать. Ну дальше практически основное содержание я в очень коротком слайде запечатлеру. Те направления, которые реализовывались отчасти, потому что они перешли по наследству и игнорировать это наследие было невозможно. Законодательство российского правительства достаточно... А Владимир Иванович? Что-то мы с вами отличились. Владимир Иванович включился, что ли? так, коллеги, слышно меня? Да, да, слышно. Спасибо. Итак, значит, это помощь семьям призванных. Во-первых, надо отметить, что Семенов не отказался от обязательств, провозглашенных российским правительством, выплачивать пособия... у меня же тоже сначала звука не было. Людмила Ивановна, слышно вас очень. Извините. Итак, пособия, которые выплачивались по законодательству российского правительства всем семьям, из которых призваны были в армию, Семенов продолжал выплачивать, по крайней мере, пытался продолжать выплачивать. Более того, 11 февраля громко провозгласили, что изыскано в бюджете 5,5 миллионов на выдачу пайков семьям не только за Байкалье, но и Амурской и Приморской области. Деньги туда были направлены для выдачи пособий семьям, в основном сельским, из которых ушли солдаты. И в апреле снова изыскали 3 миллиона уже только в Забайкале, в Восточном Забайкале на выдачу пособий солдатским семьям. И неоднократно потом, когда осуществлялись призывы уже непосредственно для борьбы с советской властью, газеты повторяли, что все семьи всех призванных будут получать пособия в полном объеме. Не скажу, что это было чрезвычайно временительно, потому что его не успевали своевременно индексировать, и это было очень небольшое пособие. Но именно в Восточном Забайкале еще с конца 19-го года стали практиковать замену денежного пособия снабжением семей, призванных натуральным пайком в размере солдатского пайка. И это по возможности тоже реализовывалось. Я думаю, что не везде, но кое-где это практиковалось. Это первое. Второе. Семьи беженцы продолжали получать государственную помощь. Помощь от администрации Семенова. Помощь была небольшая, помощь не в том объеме, в котором эту помощь оказывало российское правительство, просто потому, что масштаб был совершенно другой, ресурсов не было. И начинали вообще с того, что в конце февраля нашли 50 тысяч, это крошечные деньги, для того, чтобы оказать помощь тем, кто находится из беженцев, кто находится в бедственном положении. И дальше пришлось на самом деле Семенову за отсутствием средств урезать обещанную правительственную помощь. Уже 16 марта были сняты с довольствием очень многие из беженской семьи, потому, что раньше все эвакуированные государственные служащие, а их было довольно много эвакуировано в Забайкалье. Я, к сожалению, цифрами не владею, потому, что нигде в газетах количественные показатели беженцев не были прописаны. И только скорее так эмоционально, что все забито. Вся Читай в Восточной Забайкалье забита беженцами. Но вот 16 марта было объявлено, что эвакуированные служащие до сих пор не приняты в штат Семеновских правительственных учреждений Восточного Забайкалья. Им будет прекращена выплата эвакуированные пособия. Все, что обязаны были выплатить до 16 марта, эти пособия в размере окладов служащие беженцы получали, они получали, а вот с 16 марта только те немногие, кто устроился в Семеновском аппарате. Но продолжались небольшие перечисления на помощь беженцам, которые находились в ужасном положении. В апреле, в мае было несколько перечислений от управления внутренних дел на презрение беженцев, так называемое, на строительство, на достройку тифозных бараков для беженцев и так далее, и так далее. Нужно отметить, что очень громкий медийный эффект получило появление еще нескольких новых групп беженцев, которых специально опекали, опекал Семеновский режим. Это, во-первых, беженцы-буряты из западного Забайкаля, те, кто переместился, скрываясь от советской власти, их всячески пестовали, пропагандировали, что от советской власти бегут под защиту Семенова бурятское население, а мы их, как мужем, здесь опекаем и заботимся о них. Хотя для марта по стоимости рубля в марте 2020 года это были очень небольшие деньги, 200 тысяч, но громко об этом заявлялось, что бурятам-беженцам выделено 200 тысяч с правом распределения через доверенных лиц на конкретных получателей. И еще были небольшие перечисления другой группе этнической башкиры, которая из башкирии через всю Сибирь несколько тысяч бежали и укрылись в восточном Забайкале. Они тоже выделялись как особая группа опекаемых. И одно даже из последних постановлений, то есть через весь период Семеновский проходит вот эта забота о беженцах, хотя деньги были небольшие. Одно из последних постановлений это решение от 21 июля 2020 года выделение 9 миллионов это были обесцененные конечно деньги, на окончание строительства трех беженских бараков, которые начаты были еще при российском правительстве. Особое повышенное внимание государственным служащим это в общем-то черта наследственная и от социальной политики российского правительства. Много постановлений, много нормативных актов, регулирующие оклады, их индексацию и по мере падения курса рубля именно государственным служащим их было не так много в Восточном Забайкале, но периодически производили индексацию окладов. И наверное более масштабное внимание они ощутили на последнем этапе 3 августа 2020 года уже при подготовке к эвакуации правительственных учреждений на территорию Манчжурии каждому ведомству отпустили очень приличный аванс по 30 миллионов рублей, по 5 миллионов управлению делами Совета управляющих ведомств причем сразу объявили вот здесь забота была проявлена полная максимальная что обмен обесценившихся семеновских денег будет производиться на золотые по льготному курсу для государственных служащих при этом на саму эвакуацию внутри Восточного Забайкаля пообещали тратить боны семеновские а пособие выдавать золотом для того чтобы его могли тратить служащие уже эвакуированные в Манчжурию ну и в общем-то тут же еще были выделены деньги для того чтобы в Манчжурии начали строительство бараков для размещения правительственных служащих то есть здесь забота вот об этой небольшой группы на поддержку которых рассчитывал Семенов была проявлена достаточно полная и еще очень громкая история характеризующая вообще режимы отношения этого режима к пропаганде это история с так называемыми столовами имени Атамана Семенова Семенов всячески демонстрировал свою заботу о беднейшей части населения с большой помпой с десятками статей в разных газетах освещалась его инициатива по созданию в чите нескольких столовых названных имени Атамана Семенова в которых давались удешевленные обеды и беднейшие слои городского населения имели возможность в этих столовых питаться фактически за счет за счет правительства и правительственной помощи но на самом деле есть сохранилось дело в краевом архиве который подробно описывает деятельность этих столовых на поверху выясняется что это несколько десятков служащих получали талоны и могли там получать эти бесплатные обеды за счет за счет фактически проплаты из бюджета но газеты подавали это как широкую акцию по благотворительности всем нуждающимся города 4 сколько у меня еще времени уже нисколько ну тогда я чуть-чуть еще есть время я буду тогда сворачиваться я хотел бы сказать что гораздо меньше внимания было уделено таким группам как рабочие вот на них ресурсы экономили с ними были довольно сложные переговоры вот не в первые месяцы а летом когда они грозили забастовкой и требовали повышения заработной платы и пересчета их по в соответствии с прожиточным минимумом и в золотом эквиваленте на что управление финансов никак не соглашалось но тем не менее здесь есть тоже несколько акций которые очень подробно газеты раскручивали это когда рабочие обращались за какой-то помощью и Семенов старался в этой помощи им не отказывать причем через профсоюзы рабочие просили выделить какие-то товары по низким ценам и так далее и подробно освещалось что Семенов рассмотрел это ходатайство и распорядился удовлетворить и еще что касается крестьян крестьянство и казачество которое тоже занималось земледелием здесь в действительности не так много режим мог и правительственная администрация могла сделать для крестьян но очень много писали о том что режим предполагается в будущем именно как крестьянский что у Семенова какие-то особые есть связи с крестьянскими повстанцами которые на территории советской России поднимают восстание и без конца опубликовались в газетах статьи о существовании Всероссийского Крестьянского Союза которые все его представители идут к Семенову за помощью и так далее то есть создавалась иллюзия такого крестьянского атамана это раз но вот более узкую социальную базу пытались сформировать играя на таких реваншистских настроениях части сельского населения дело в том что в Забайкале еще в восемнадцатом году в ходе гражданской войны было довольно много таких случаев грабежей жителей иногда внутри одного селения друг друга или на соседние селения нападали и еще тогда было множество казачьих станичных и поселковых приговоров о том что когда свергали советскую власть когда шла борьба против советской власти о том что они найдут обидчиков опишут их имущество и взыщут свои потери потери из своего семейного имущества просто взыщут с обидчиков и таких приговоров было довольно много и в восемнадцатом году и в девятнадцатом году кстати по решению войскового управления создавались комиссии которые описывали эти материальные убытки в расчете на то что можно будет организованно взыскать со всех сторонников советской власти убытки всех кто эти убытки в борьбе с советской властью понес и вот главнокомандующими вооруженными силами вооруженными силами российской восточной окраины первого сейчас вот я покажу вот наверное у меня вот если по-моему мне не удастся увеличить я хотел просто показать вот эти вот фрагменты из газет вот оно приказ управляющего Забайкальской области первого мая двадцатого года о создании специальных комиссий в Чите Акше Нерчинске и Нерчинском заводе которая должна централизованно определять размер вознаграждения за уничтоженное и истребленное в силу военных обстоятельств имущества это идея о том что вот сейчас мы посчитаем а когда закончится гражданская война все кто что-то потерял все получат возмещение если мы побегим на этих настроениях играли довольно долго у широкого круга лиц сформировалось такое ожидание патерналистское что государство окажет помощь и что те кто находятся у власти верны нормам гражданского права обеспечат компенсацию тех убытков которые подтверждены и так далее и так далее но в конце мая было другое постановление сообщающее что в ближайшее время никакие компенсации не предполагаются поэтому не нужно пытаться их взыскивать а нужно только производить учет и ждать когда будет свернута советская власть мы вот таким образом подводя итог да вот вот это газета восточная окраина Читинская 10 июня где одна из статей о вот таких вот общедоступных столовых и меня Тамана Семенова подводя итог я хочу сказать что несмотря на сложнейшую обстановку несмотря на отсутствие ресурсов власть восточного Забайкаля понимала что необходимо проводить какую-то минимальную социальную политику оказывать какую-то помощь самым нуждающимся группам населения при этом очень активно использовали законодательные механизмы то есть нормативно пытались отрегулировать объем этой помощи шли по пути законодательного сокращения и размеров выделяемой помощи и количество тех кто на эту помощь может рассчитывать но прекрасно понимали что без такого социального манипулирования удержать власть будет просто невозможно и лучший механизм это выделяет какие-то ну может быть не самые массовые не многочисленные группы населения но тех кто может оказать режиму твердую поддержку в том числе и понимая материальную выгоду сохранения семеновского режима спасибо я закончил спасибо большое спасибо Вадим Вадим Маркович первый вопрос который наверное у многих где деньги Семенов брал я тоже хотел спросить из какой такой тумбочки ой у него было несколько тумбочек на самом деле такая любимая тема назову три тумбочки в разных случаях он разное количество денег брал из разных тумбочек но самая большая тумбочка это эмиссия проблемная такая проблемный ресурс но нужно помнить что с точки зрения экономической эмиссия необеспеченных денег это налог на держателей денег фактически те обыватели у которых есть какой-то запас вынуждены оплачивать акции проводимые администрацией деньги обесцениваются условно говоря в половину но это дает возможность половину существующих в регионе денег сконцентрировать в бюджете администрации начинать раздавать желательные нужды тем группам населения это раз второе вот это нуждается конечно в отдельном доклад освещение хотя я считаю что тоже часть социальной политики политика Семенова была довольно жестко нацелена против значительной части предпринимателей и администрация и военные производили большое количество реквизиций это были реквизиции собственно и в сельской местности но прежде всего они были нацелены на предпринимателей и их запасы товаров товары перепродавались и это давало живые деньги и наконец третий наверное наименее значительный ресурс но долго его использовали это те 43 миллиона золотом которые Семенов остановил еще в 19 году один из траншей российского золотого запаса который направлялся во Владивосток под депозит был установлен М и он достаточно долго использовал это золото спасибо еще вопросы коллеги да какая-то налоговая политика у Семенова была взвешенная хороший вопрос я помню было несколько постановлений это явно абсолютно периферийная часть деятельности Семеновской администрации несколько постановлений связанное с изменением акцизов косвенных налогов были ничего о сборе прямых налогов с населения государственных я не встречал земство пыталось собирать свои налоги с населения но в условиях такой инфляции которая была в восточном Забайкалье весной летом осенью 20-го года ну это было практически бессмысленно и еще извините вопрос как таковая социальная политика видимо отсутствовала были разовые социальные акции ну вы знаете все они складываются в определенную политику единственное что система ну в отношении в отношении ресурсов не было для того чтобы укладывать ее в систему но попытки были ну как-то обыгрывать это обыгрывать играть на патерналистских настроениях очень много информации а вот это социальное заботе населения я еще не успел сказать что вместо пенсии при российском правительстве это было целое важное направление социальной политики а Семеновская администрация не имела возможности выплачивать пенсии но принимала множество решений по разовым выплатам по конкретным случаям конкретным людям и каждый раз очень подробно в газетах описывала героев это хорошо правильно спасибо еще вопросы коллеги какие-то будут так тут а скажите пожалуйста Вадим Аркович меня слышно да да а вот военные подразделения они как обеспечивались там регулярно поддерживали их вот какими-то выплатами это все-таки основа режима да честно скажу вот какой-то системной информации по этому поводу я не встречал потому что с документами краевого архива работал довольно много а там видимо врага надо смотреть но я знаю что проблема плохого обеспечения особенно тех частей которые зачатой где-то там в регионах восточного Забайкалья находились проблема такая существовала и они решали с помощью самоснабжения Семенов постоянно обыгрывал этот сюжет что накажет тех кто лишнее брал обещал пострадавшим что обязательно все возместят и так далее и так далее но основной ресурс снабжения войск это реквизиции понятно спасибо спасибо а кто протестовал против политики Семенова вот какие слои выражали общее недовольство такой политики или все воспринимали благосклонно скажем так с одобрением нет конечно не благосклонно но собственно рабочие достаточно негативно относились за партизанское движение нет на самом деле конечно поддержка была не широкая и вот где-то начиная с летних месяцев просачивалась даже в семеновские газеты тщательно так сказать контролируемые цензурируемые самоцензурируемые информация о том что злоупотребление власти вызывает недовольство широких слоев населения особенно сельского спасибо Вадим Маркович вот такой вопрос можете сказать какое количество у Семенова было под ружьем то есть штыков да такой вопрос ну приблизительные цифры то есть он проводя свою социальную политику он на какое ну рассчитывал на какой период скажем так на сколько долговременно он планировать это определялось еще собственно говоря мощью его ну военной составляющей правильно ну нет это все таки разные вопросы насколько долговременно он рассчитывал удерживаться в восточном Забайкале такое впечатление что ну до лета были какие-то расчеты на то что какой-то длительный период удастся ему удерживаться а с лета вот когда начались политические реформы впечатление конечно что всерьез он не рассчитывал удержаться потому что на японских по сути дела штыках держался вот а внутри армии я вот честно говоря численность так сходу сходу не назову но это порядка капельцев порядка десятка тысяч ведь было да и примерно столько же непосредственно семеновских войск но понятно что это не на передовой а вот везде в восточном Забайкале спасибо спасибо Вадим Маркович еще один вопрос если Семеновцев так Семенова так поддерживал японская сторона скажем так японцы то они наверное тоже какие-то финансы вливали в это мероприятие скажем так в поддержку Семенова или нет ну известно что когда он в 18 году используя Манчжурию и КВШД как плацдарм пытался выбить советскую власть из Забайкалья поддержку именно они ему оказывали в 20 году финансовую поддержку я не выявил никаких сведений о том чтобы японцы ему оказывались финансовую поддержку оружие оружие поставляли да еще какие-то ценности материальные да фактически приходилось добывать с китайской стороны в том числе и вот кстати на армию прежде всего вот золото которое осталось колчаковское пускали на армию достаточно активно и есть это роспись расходов золотых на военные нужды которые были потрачены хотя и ходили слухи что там какие-то подчиненные уводили деньги вот но фактически конечно это не японская помощь знаете вот японцы оказывали помощь и населению в том числе потому что работал японский красный крест они раздачу продуктов осуществляли как кстати говоря и в Примурии то есть такие вот акции в пользу чтобы японцы заботились о том чтобы настроение в пользу интервентов у населения тоже формировались какие-то поэтому периодически они осуществляли эти раздачи каких-то продуктов пайков железнодорожников пытались поддерживать и так далее вот такая помощь была спасибо так коллеги нет больше вопросов да спасибо Вадим Маркович ну что Владимир Иванович не смог к нам подключиться нет коллеги может быть есть у кого-то желание пару слов сказать вот о всех докладах поделиться мнениями своими Николай Николаевич можно давайте Лидия Ивановна пожалуйста конечно сложно осваиваем технический прогресс в этом плане накладки накладки произошли не у одной меня это Владимир Иванович позвонил что у него не могут справиться с этой проблемой чтобы заработала тоже связь он в одностороннем порядке слышит а разговаривать не может так что просит озвучить его извинения но в целом все равно было очень и очень интересно потому что разные подходы к освещению темы разные проблемы затронуты и я хочу сказать большое спасибо организаторам мы так давно уже от этой темы как бы так сказать отошли мало кто ею занимается проблем и ДВР и вообще истории гражданской войны и было очень интересно выслушать пусть пока в усеченном виде заявленные на конференцию выступления так что я надеюсь что у нас в дальнейшем все-таки сложится более удачная работа в этом плане технически мы освоим более дружно все наши как бы средства связи и конференция будет более многочисленной спасибо Николай Николаевич что удалось благодаря мощным усилиям с вашей стороны в первую очередь организовать такой разговор Вадиму Марковичу особенно большое спасибо за столь пространное освещение этой сложной темы всем было я думаю интересно и спасибо что удалось обговорить эти проблемы всего доброго спасибо Людмила Ивановна коллеги еще кто-то может быть что-то все молчат Николай Николаевич спасибо за то что пригласили рад всех видеть да мы всегда живем Николай Николаевич можно да да пожалуйста небольшую можно сказать реплику я хотел сказать что это давно планируемое мероприятие которое у нас оказалось до пленарного фактически заседания но условия последних месяцев они показывают что на самом деле мы можем достаточно часто собираться по вполне камерным поводам организовывать что-то типа тематических семинаров с подключением большого количества участников поэтому у меня предложение давайте подумаем и может быть какой-то цикл подобных мероприятий сможем провести с участником с участием вашего нашего и коллег из других учреждений научных просветительских музейных и так далее тем более что сейчас череда юбилеев но можно подумать не только тематикой гражданской войны более широким кругом научных проблем спасибо очень правильная идея я тоже вот об этом пару слов хотел сказать коллеги может кто-то еще хочет из тех кто вот у нас у Виктора Кириллович пожалуйста спасибо Николай Николаевич я хотел бы сказать спасибо всем докладчикам то есть вот мои ожидания о том что в изучении истории Дальневосточной Республики будут найти какие-то новые факты и новые аспекты рассмотрения оно оправдывает я с интересом прослушал все доклады и о социальной политике и так сказать о том кто что планировал создавая ДВР вот и хочу сказать большое спасибо всем тем кто сегодня нас порадовал своими сообщениями спасибо спасибо Виктор Кириллович есть коллеги еще желающие выступить нет ну тогда если вы позволите я несколько слов тоже скажу ну хочется начать перефразируя знаменитую фразу с которой Владимир Ильич пришел в Смольный конференция которую так долго готовили несколько организаторов все таки свершилось вот несмотря на все напасти сто лет назад испанка гуляла по миру у нас в стране ТИФ был параллельно еще вот сейчас у нас так сказать ковид но тем не менее в общем мы смогли благодаря нашему общему желанию современным средствам коммуникации жаль конечно что не все докладчики смогли выступить я вот знаю что еще у нас доклады предполагались в развитии того что Вадим Маркович говорил не получилось Михаил Васильевич желаем ему здоровья чтобы он так сказать преодолел вот эту нехорошую болезнь которую нас так сказать всех сопутствует но несмотря на то что докладов было немного все они были по-своему разные но в то же время очень интересны у меня вот собственно два момента привлекли первое это то что все-таки мы видим как вводится в научный оборот новые данные которые в общем-то в советское время не были известны и Людмила Ивановна правильно сказала что тема вроде бы как-то отошла на задний план она действительно долгое время была непопулярна а сейчас вот видимо в какой-то степени столетия великой российской революции еще нас так сказать подвигло на новые изучения этой темы и что самое интересное появилось вот много новых интересных интерпретаций вот в частности доклад Ивана Валерьевича Саблина это его давняя идея у него книжка вышла еще на английском языке за несколько лет до этого я думаю что мы наверное Людмила Ивановна какой-нибудь семинар устроим вот с его участием обсудим как вот проблемы так сказать национализма связаны с ДВР насколько мне кажется все-таки большинство специалистов придерживается немножко другого мнения вот касательно создания ДВР все-таки рука Кремля как сейчас говорят она очень твердо здесь так сказать фиксируется и Владимир Ильич не зря свои знаменитые слова сказал что Владивосток далеко а город нашинский вот но с другой стороны вот я прочитав книгу Ивана Валерьевича обнаружил много интересного касательно развития регионализма дальневосточного и идеи того что это вот наша так сказать родная земля мы здесь живем и нам нужно выстраивать свои отношения с центром поэтому конечно эти вопросы так сказать надо обязательно обсудить очень жаль что Владимир Иванович мы не могли послушать это выдающийся историк один из крупнейших специалистов в стране и однозначно крупнейший в Сибири я думаю мы обязательно вот подумаем как в ближайшее время послушать его доклад и вот здесь я хотел бы затронуть ту тему которую поднял Вадим Маркович понимаете вот новые средства коммуникации дают нам совершенно принципиальные возможности вот на западе вершиной научного скажем собрания считаются небольшие вокшопы они находят какой-то грант собирают специалистов по этой теме и 10-12 человек в течение нескольких дней выступают с большими докладами там по полчаса по часу а потом их обсуждают все специалисты в этой теме там нет случайных людей как это часто бывает на больших конгрессах ну а после этого публикуются материалы в виде коллективной монографии и чего-то еще и вот слушая наши доклады я как раз вот полностью солидарен с теми мыслями которые были высказаны Вадимом Марковичем действительно вот зум скайп дают нам возможность сейчас не тратят деньги на поездки на сбор человек людей так сказать со всего даже мира не только из нашей страны проводить вот такие конференции мы конечно обязательно будем об этом думать и я думаю что как говорится не было бы счастья да несчастье помогло ковид нас в общем двигает в этом направлении конечно мы будем больше проводить таких более узких но более продуктивных вокшопов жалко конечно что у нас нет возможности встретиться лично потому что еще одна очень важная составляющая всех конференций и даже узких вокшопов это возможность персональной коммуникации после докладов все мы прекрасно знаем что самые интересные идеи рождаются потом плохо слышно да Виктор Кириллович показывает самые интересные идеи как правило рождаются потом когда идет обсуждение докладов в кулуарах и я уверен что мы будем иметь возможность встретиться на нашей следующей конференции в городе Благовещенске в Харбине в следующем году я прошу вас всех зайти на сайт нашего института там справа где указаны различные конференции есть следующая конференция информация о конференции которая пройдет в Благовещенске поэтому пожалуйста готовьтесь заранее обдумывайте доклады связывайтесь с организаторами ну а мы постараемся сделать все возможное чтобы эта конференция прошла интересной мы также планируем вот то о чем говорил Виктор Кириллович это серия таких передвижных выставок и обязательно будут материалы представлены из Иркутского областного краеведческого музея из Забайкальского музея из Хабаровского и из нашего Приморского музея который сейчас поменял статус и стал федеральным я желаю вам дорогие коллеги здоровья благополучия вашим близким и вашим коллегам по работе спасибо что вы все нашли возможность собраться сегодня а нас уже в общей сложности больше 70 человек спасибо всем вам что вы нашли время и давайте будем надеяться на лучшее ждать того времени когда все мы сможем после того как уколемся новой вакциной совершенно спокойно без страха собраться в прекрасном городе Благовещенске для того чтобы обсудить не менее важные и не менее интересные вопросы связанные с историей российской миграции к Китаю спасибо всем вам здоровья до свидания и до новых встреч спасибо до свидания спасибо 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 Николай Николаевич спасибо коллеге за интересную работу сегодняшней конференции пленарного заседания всем добра здоровья вам тоже всем всего доброго не болит счастливо спасибо выключаемся спасибо 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 спасибо